Мы сегодня решили контрольные три минуты ожидания не давать, а прям сразу с места в карьер начинать нашу работу. Итак, мы с вами сегодня начинаем очередной, уже восьмой в рамках этого проекта онлайн-марафон. На самом деле, если считать все марафоны, мы уже давно перевалили за 15 онлайн-марафонов «Сила вместе». И это онлайн-марафон для ресурсных центров. И собираемся мы для того, чтобы обменяться опытом по очень разным направлениям. И сегодняшняя наша встреча последняя в рамках того проекта, который мы реализуем при поддержке фонда президентских грантов. Проекта, направленного на развитие инфраструктуры некоммерческого сектора. Но я очень надеюсь, что это не последняя наша встреча, потому что такой формат, в принципе, по отзывам очень полезный и дает возможность пообсуждать очень разные вопросы. Поэтому надеюсь, что завершение проекта не завершит наши онлайн-встречи. Но сегодня у нас тема очень важная и интересная, тема, в которой есть что пообсуждать. И это тема партнерства. И мы хотим посмотреть на партнерство с очень разных сторон. И для того, чтобы не затягивать время на вводные слова, а сразу начать говорить о партнерстве, я хочу передать сегодняшний наш микрофон первому спикеру. И это Александра Нуреева, общественная организация «Дай лапу». И Александра поделится с нами мыслями по поводу того, как же взаимодействовать с органами государственной власти. Александра, передаю вам микрофон. И чуть-чуть времени, может быть, на вопросы в конце тоже вашего выступления оставьте. Пожалуйста. Спасибо большое, Марина Евгеньевна. Добрый день, коллеги. Расскажу немножко сначала о нашей организации. Ну и, собственно говоря, почему именно сегодня я рассказываю про взаимоотношения с органами власти. Значит, зовут меня Саша Нуреева. Я соучредитель общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу». Организация наша существует уже 11-й год. Я финалист конкурса «Сольф» 2022 года. Была членом общественной палаты Югры 6-го созыва. Член общественного совета города Сургута. Член общественного совета при ветеринарной службе Югры. Член комиссии по комфортной городской среде. То есть с органами власти взаимодействуют. Что мы смогли в партнерстве с органами власти городскими и региональными, что мы смогли провести? Одна из наших таких последних очень классных инициатив, она была поддержана губернаторами. Собственно говоря, благодаря этой поддержке мы смогли провести такое масштабное мероприятие. «Это единый урок добра об ответственном отношении к животным». Самим мы никогда в жизни не провели во всем округе такой урок, но благодаря тому, что была поддержка Департамента образования и ветеринарной службы, вот какой результат. 220 тысяч учеников учащихся школ округа присутствовали на этом уроке. Все 22 муниципальных образования округа участвовали в этом мероприятии. Мы делились нашими наработками, но основная, конечно, основная нагрузка легла на преподавателей. То есть здесь участвовали и волонтеры, и преподаватели, и ветеринарная служба, и представители муниципальных образований, которые приходили в школы и рассказывали об ответственном отношении к животным. Ну то есть вот такой хороший просветительский урок у нас получился благодаря тому, что есть такое сотрудничество. Мы создали, благодаря, опять же, поддержке в том числе и органам власти, мы создали лучший в Югре Центр помощи бездомным животным переправам. Это 7 тысяч квадратных метров земли, на которых расположены 80 вольеров, 8 хозблоков, дом волонтеров. Живет у нас там 89 собак и 12 котов. Поддержка, опять же, администрации города, фонда президентских грантов, бизнеса частных доноров и грант в месте тысячи. Дом волонтеров. Что это такое? Это такое двухэтажное строение 120 квадратных метров, где у нас есть гостиная, ветеринарный кабинет и кута-кафе котейшная. Не было бы поддержки администрации, не было бы всего этого. И еще один такой небольшой кейс. Мы создали комиксы для детей. Это тоже наша просветительская программа. И в прошлом году нам было 10 лет. И Департамент общественных и внешних связей Югры подарил нам печать 4 тысяч экземпляров этих брошюр. То есть, тоже, опять же, взаимодействие с органами власти и достаточно, мне кажется, неплохое. Что важно из нашего опыта? Что важно для власти? Когда к ним приходишь, то что важно, чтобы мы знали? Во-первых, уровень полномочий. К сожалению, опять же, на собственном опыте часто видим, что приходят некоммерческие организации и просят, например, от главы города или от департамента сделать какие-то вещи, которые они не в состоянии сделать просто потому, что у них нет таких возможностей. Точно так же касается и региональных властей. Например, это федеральные полномочия. Мы приходим в региональный департамент и просим что-то у них, чего они, может быть, и очень хотят, но сделать просто не в состоянии. Поэтому, когда мы общаемся с коллегами по некоммерческому сектору, ну, зоозащитный сектор имеет там ряд своих особенностей, мы проводим, уже провели три формы зоозащитных организаций Югры и Ямала и очень всегда обращаем внимание коллег на то, что, пожалуйста, если вы идете с какими-то предложениями, понимайте, пожалуйста, уровень полномочий того департамента или того человека, к которому вы идете с вашими предложениями. И просьбами. Потому что, может быть, он и всеми руками за, но сделать ничего не может. Второй момент. Хорошо бы понимать цепочку принятия решений, которые существуют в органах власти. То есть, кто может предложить какую-то инициативу, например, если это касается законодательной инициативы, или внесения изменений в действующие нормативные акты. То есть, кто может это предложить? Кто может это оценить? Кто может рекомендовать? Кто принимает окончательные решения? Кто должен финансировать те, собственно говоря, решения, которые будут приняты? Кто будет реализовывать какие органы, какие департаменты? И кто будет выгодоприобретателем или невыгодоприобретателем, если, например, это касается штрафов или каких-то санкций, которые вводят этот закон? И, соответственно, кто будет анализировать полученные результаты по истечении какого-то времени? Когда мы приходим с такими инициативами, конечно, разговаривать намного легче, потому что вторая сторона видит, скажем так, что мы подготовились, да, и мы понимаем, как работает их система. Второй момент – это GPI. Реальный пример из нашей сферы, да, зоопомогающей, зоозащитной. Ни в каких программах, в национальных проектах не указано, скажем так, что муниципальные служащие, государственные служащие должны отчитываться по… Вот у них нет этих GPI-ов по бездомным животным или по ситуации с ними. Поэтому эта сфера остается на, скажем так, в разряде. Вот гром грянул, мы начали этой темой заниматься. Пока более или менее все спокойно, это уходит на самый дальний план, потому что никто не спрашивает, какая обстановка вот в этой сфере. Поэтому, если вот сейчас у нас задача, чтобы на региональном уровне в муниципалитетах ввели GPI главам, заместителям глав, по которым бы они отчитывались и по теме именно безнадзорных, бездомных животных. У нас есть сейчас ветеринарная служба, мы активно с ними сотрудничаем. У них есть сейчас прям вот такой тетрадки, светофор красная, это плохо, да, желтая, это нормальная и зеленая, это молодцы. И они мониторят. Но если будет вот еще прям объективный GPI, это, конечно, намного, намного больше сподвигнет служащих к обращению внимания на данную проблему. И еще один такой момент, это боли, да, потому что везде есть ограниченные ресурсы, и регионы и муниципалитеты точно так же находятся, как и мы, в системе ограничения ресурсов. И, как правило, когда мы приходим с каким-то предложением, мы понимаем, какие поли администрации города, например, мы готовы закрыть. И, конечно, здесь имеет, скажем так, место быть, да, опять же, построение конструктивного диалога. Что ждут от некоммерческих организаций, органы власти, когда мы к ним приходим? У нас, знаете, у нас был такой интересный случай, у меня коллега проводила семинар для представителей органов власти городских, как общаться с некоммерческими организациями. И они рисовали портрет НКОшника. И, в общем, мы получились такими людьми, которые просто 24 на 7 занимаются общественной деятельностью, у нас там ни хобби, ни семьи, ни друзей, ничего нет, мы какие-то сумасшедшие, бегаем и все время что-то им предлагаем. Вот. Ну, с одной стороны, это было забавно, с другой стороны, конечно, это было немножко грустно, потому что в секторе очень много профессионалов, да, и когда так вот воспринимают тебя органы власти, наверное, ну, нам, по крайней мере, было не очень приятно. Так вот, чего ждут органы власти? Первый момент – это адекватность. Опять же, да, из личного опыта, почему на первое место поставила это понятие, мы 10 лет назад, когда первый раз пришли на прием к заместителю главы города со своими предложениями, а зоозащита, ну, очень часто считается, что это какие-то неадекватные женщины, там, с 40 кошками, там, или с 50 кошками, которые все время что-то там просят, какие-то карманы каких-то животных. И когда мы рассказали, как бы, о наших программах, о том, как бы могли бы мы сотрудничать, этот человек звонит своему коллеге, там, руководитель какого-то департамента, в который нам нужно было бы тоже с ними посотрудничать, начинает рассказывать, и мы понимаем, что тут говорят, ой, нет-нет-нет, зоозащитники, мы не готовы, вот нет, он говорит, да нет-нет, они адекватные, нормально встретиться с ними. То есть первый момент, вот эта вот именно адекватность, когда вы приходите как партнеры, когда вы вносите предложения, когда, ну, не вы, мы, что же я так уж прям подделяю себя, когда мы вносим предложения и готовы к сотрудничеству, это очень ценно, потому что, опять же, у органов власти очень часто стереотип, что некоммерческие организации приходят и все время что-то просят у них, и не предлагают, скажем так, партнерство, да, не предлагают что-то взамен. Просат там деньги, помещение, землю, еще что-то, субсидии, а именно, когда ты приходишь и приносишь предложение, тогда разговор строится более конструктивно. Второй момент – это профессионализм. На мой взгляд, очень здорово, когда мы становимся для органов власти, скажем так, экспертами, теми людьми, той организацией, которой можно позвонить и получить консультацию вот по той сфере, которой мы занимаемся. Соответственно, да, мы должны знать всю внутреннюю кухню, которая творится в этой сфере, в нашем секторе. Еще лучше, если мы будем знать это не только то, что делается, например, у нас в городе или регионе, но и в стране, и будем говорить об опыте, например, других регионов, как работают в этой области, в этой республике, что у них получается, что не получается, как работают в других странах. И это тоже очень ценно, потому что и чиновники, и депутаты, они просто физически не могут знать все. И прекрасно, когда у них есть такой партнер, некоммерческая организация, которая занимается, например, социальной проблематикой, и может подсказать, как разрешить эту ситуацию, или как поступать вот в этой ситуации. У нас, например, очень есть хороший кейс, когда мы просто обошли в свое время ножками всех депутатов городской думы, прям записывались на прием, и в каждом приходили и рассказывали о наших программах, о нашей организации, как мы видим решение проблемы бездомности животных. И потом мы увидели, что часть депутатов на встречах с избирателями, они используют какие-то наши формулировки при объяснении, скажем так, причин проблемы. И это было очень здорово. И это, во-первых, выстраивание доверия, то есть вам доверяют, если используют ваши фразы, ваши понятия какие-то, ваши принципы работы. И, соответственно, мы поняли, что нас считают экспертами в этой сфере, и мы до сих пор активно оказываем консультации не только нашим городским властям, но и у нас объединенные спиритеты звонят, и мы всегда готовы им помочь, никогда не отказываем, потому что для нас это важно партнерство. И еще один момент – это эффективность. Вот этот пресловутый импакт, социальный эффект, о котором мы все говорим, у меня любимая формулировка социального эффекта – это когда вы знаете, как ответить на вопрос «И чё?», когда вам говорит ваш визави, к которому вы пришли, рассказали там про классные «Как мы все будем менять мир», он говорит «И чё?». И вот когда мы можем ответить на этот вопрос и четко ему объяснить, что будет дальше и как к этому прийти, прекрасному будущему, здесь вера в профессионализм организации, она очень сильно растет и очень хорошо работает, потому что когда у нас с вами есть видение, и что будет дальше, и куда мы должны прийти, это хорошо. А если еще и, например, человек обладает определенной харизмой и даром убеждений и может увлечь в это прекрасное будущее, это работает очень здорово. Что еще из, скажем так, общения с органами власти мы вынесли? Внешний вид. Очень важно. Иногда мы не обращаем на это внимания, но на самом деле, когда мы приходим в правительство или в администрацию города, там все очень такие красивые, в деловых костюмах, женщины на каблучках, и, соответственно, когда мы выглядим соответствующим образом, это вызывает тоже доверие. Поэтому вот внешний вид, мы это тоже путем группы ошибок выполнили, и, собственно говоря, в соответствующем виде приходим на прием в соответствующие места. Еще какой момент. Очень сложно бывает разговаривать с администрациями или с правительством, или с депутатами, когда их много. У них вот это появляется, ну и у вас, наверное, такое же, да, появляется чувство стаи рядом плеча, и если тема сложная или какая-то негативная, очень сложно бывает переломить вот этот вот настрой. Что мы делаем? Я уже говорила, да, мы ходим к каждому на прием. И когда мы сможем вот посеять какие-то, то есть максимально постараться убедить в адекватности, в правильности нашей работы, и как, собственно говоря, нужно поступать, как нужно решать эту проблему. Когда собираются они уже вместе, у них уже есть вот эти вот посеянные семена нами решения проблемы, и тогда разговор строится более конструктивно. Конечно, будут, всегда будут несогласные, но их будет уже, как правило, меньше, чем если вот мы приходим, например, и в большое собрание, и очень сложно бывает переубедить в какой-то теме, тем более если у этих людей уже есть какое-то свое представление о том, как нужно решать проблему. Еще один момент, я тоже про него говорила, что очень часто, и это нормально, это ни в коей мере никак негативно не характеризует людей, которые работают в органах власти, то, что они не знают, как решать проблему. Поэтому, чем проще без специфических терминов мы сможем об этом говорить, тем эффективнее будет коммуникация. Это вот мы тоже поняли, вот прям очень-очень-очень такой простой уровень. Вот как, помните, есть такая фраза, да, если у вас хорошая грантовая заявка, дайте почитать ее бабушке-соседке, если бабушка скажет, что проект хороший, значит, у вас эксперты поддержат ваш проект. Вот здесь точно так же, если мы рассказываем соседке, и соседка говорит, что да, вы занимаетесь классной темой, и ее нужно решать, и я понимаю, что нужно сделать для того, чтобы эту проблему решить, вот точно так же это будет работать и с представителями органов власти. У меня, в принципе, все. Я прям по-быстренькому. Если есть вопросы, готова ответить. Если нет вопроса, готова еще рассказать пару кейсов, которые у нас были. Один был печальный, второй удачный. Вот с нашей жизнью. Александр, я попробую чуть резюмировать, ну, так просто, что я услышала, вдруг я что-то упустила. Значит, и так, чтобы с властью установить отношения, значит, нужна адекватность наша. Да, не требовать невозможного. Понимать их полномочия, что они могут, что не могут. Уметь на простом языке объяснить, что нам надо, и зачем им это нужно. Да, правильно? Дальше. Иметь в запасе ответ на дурацкий вопрос и чё. Тоже по-простому, чтобы можно было объяснить. Дальше. Внешний вид. Ну, то есть, все-таки с лопатой и ведром не приходить. Как-то приодеться на входе. Вот. Значит, не разговаривать со стаей, брать их по одному. И только потом уже, да. Или самим в стаей приходить. Вот. Значит, желательно запихнуть KPI им, чтобы они отчитывались нами, и поэтому понимали, что сами не сделают, и тогда, значит, сами за нами будут бегать. Вот. Чё-то ещё? Нет, всё. Я сбросила вот эту маленькую презентацию в общий чат. Кому будет интересно, можно посмотреть. Там основные тезисы сделаны. Спасибо. Вот. И, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, или попросим сразу рассказать про печальный кейс. Про хорошее-то мы сами можем. Про печальный. Расскажите нам про печальный. Про печальный. Какие вы из этого выводы сделали? Печальный кейс. Значит, у нас организация, которая занимается помощью бездомным животным, и нам нужно было для того, чтобы создать, ну, свою материально-техническую базу, нам нужна была, естественно, земля. Первый раз, когда мы пришли, там, в 2013 году, нам сказали, что, ой, нет, это вообще миссия невыполнимая, можно только покупать. Стоимость, это какая-то там несколько миллионов. Для нас 10 лет назад несколько миллионов – это было, ну, примерно так же, что слетать в космос. Сумма совершенно невозможная и невыполнимая. Мы стали рассматривать варианты, как же можно получить землю в аренду. Нашли варианты, и в 2016 году, в 2012 году мы образовались, к 2016 году пришли какие-то решения. Нам сказали, что да, есть вот земельный участок, сейчас мы его вам передадим. Причем пришел у нас такой активный заместитель главы города, молодой, амбициозный, сказал, всем смешникам сказал, что все, сейчас вот у нас будет в городе строиться прям Центр помощи бездомным животным. Дайлаб будет этим заниматься. Нам дают, обозначают участок, нам дают этот вот бегунок, который мы должны там все пробежать, там всякие там электросети, горводоканал, всех там связь, горгаз, там кучу всех соседей. Мы каким-то нереальным способом делаем, там что-то было порядка 20 организаций, мы это делаем там фактически за две недели. Ну то есть я, по-моему, не работала эти две недели, потому что вот я только занималась, там приезжала, просила, там стояла на коленях, плакала, убеждала, шутила, что пожалуйста поставьте мне подпись, что мы там ничем вам не помешаем. Приносим в администрацию этот, значит, бегунок, пишем заявление и тишина. Неделя тишина, две недели тишина, месяц тишина. Как вы помните, через 30 дней на письмо администрация должна дать ответ, да, не более 30 дней. На 30-й день я начинаю уже звонить, то есть я понимаю, что что-то пошло не так. Я начинаю звонить в департамент имущественных и земельных отношений, мне говорят, ой, да-да-да, вот сейчас, вот так, в общем, несколько часов они меня мурожат, и через несколько часов они мне говорят, вам отказали. Я говорю, как отказали? То есть подтверждение двух вместителей главы города, все согласны, нам все обещали, мы все сделали, нам дали этот дурацкий бегунок, в смысле отказали. Мне говорят, ой, вы знаете, тут земельный кодекс изменился в Российской Федерации, и вот теперь должны под приюты для животных, должны быть участки с назначением ПЖ, а у нас в городе таких нет, поэтому вот. То есть нас просто кинули. Вот таким вот нехорошим словом, иначе никак я не могу характеризовать вот ту ситуацию, которая была. Они абсолютно точно знали, что земельный кодекс Российской Федерации изменится там с какого-то там 1 апреля 2000 какого-то года. Это мы не знали. И они, то есть нас подвели, да, и сказали, ой, ну вы знаете, вы бегунок вот не успели сделать до 1 апреля, вы нам его принесли там 2 апреля, например. А все уже. Поэтому ничего не можем сделать. Я рыдала 3 дня. Вот просто рыдала, вот неимоверно, ничем не могла себя утешить, при том, что вся команда уже была вот заряжена на то, что вот-вот-вот, мы сейчас начнем стройку, вот у нас сейчас вот все это начнется. В общем, это был прям удар. Что мы из этого вынесли? Первый момент. Только в письменной форме мы подтверждаем все обещания органов власти. Ничего личного, но только в письменной форме, когда дело касается принципиальных вопросов. Второй момент. Верить без письма никому нельзя. Третий момент. Но и с письмом не всегда, честно говоря. И с письмом не всегда. Но с письмом как-то уже потом можно куда-нибудь пойти. Да, куда-нибудь можно пойти. Письмом поспокойнее. Третий момент. Читаем отчасти. Юристы у нас должны быть. Волонтеры, штатные, знакомые, которые нас могут уберечь от нервных срывов, когда ты в течение 3 дней рыдаешь. Чем закончился кейс? Наверное, месяц я вообще не могла ничем заниматься. Ну, это реально для меня это был прям удар. Потом я... У нас все-таки какая-то переписка была там за несколько лет. Я все это собрала и пришла в приемную губернатора. Положила всю эту папочку. И сказала, вы знаете, хочу, чтобы вы с этим что-то подделали. Потому что мне очень обидно. Так нельзя поступать. Благо у нас, правда, очень классный губернатор. В общем... Потому что у вас 2 минуты, поэтому... В общем, в 2017... В общем, появились у нас первыми... Во всех муниципальных образованиях у нас появились ПЖ. Участки с назначением приюта для животных. И один из них мы получили. И на нем построили центр. Отлично. Ну, то есть даже плохой кейс можно привести к хорошему, если предпринять определенные усилия. Негативный опыт – это прежде всего тоже опыт. Его именно так нужно рассматривать. Но желательно, конечно, от такого негативного опыта как-то страховать себя. Ну, и, наверное, еще один вывод. Незнание законов не освобождает нас от ответственности. То, что мы не знали, что изменится кодекс. Да, можно сколько угодно обижаться, что они нас не предупредили. Но это наш косяк. Безусловно. И в этом отношении мы, если мы строим партнерство, ну, ожидать, что… Если мы инициаторы, ожидать, что они побегут к нам с распростертыми объятиями, наверное, все-таки не надо. И поэтому… Ну, и еще я бы добавила, обижаться бесполезно. Абсолютно. Строим эти отношения как деловые. Потому что мы часто на самом деле допускаем эту ошибку, включая эмоцию там, где должен быть расчет и прагматизм. Да, и вы знаете… Ну, мы люди, конечно. Да. И вот буквально последняя фраза. Как бы мы ни относились, как бы мы там не любили или не любили органы власти, но решить любую социальную проблему без взаимодействия с ними невозможно. Абсолютно верно. Спасибо. Ну, то есть, и на самом деле, если мы хотим системно, и да, и системных результатов, конечно, нам крайне важно, чтобы у нас это партнерство было и выстраивалось. Спасибо, Александр, большое. Если есть вопросы, то можно срочненько поднять руку, Александре вопрос задать. Если нет, то тогда спасибо, Саш, большое за ваш опыт. Желаем, чтобы неуспешных кейсов было как можно меньше, нервы как можно сохраннее, а успешных кейсов как можно больше. Вот. А мы воспользуемся вашим опытом и теми, значит, пунктами, которые перечислены в презентации. Презентацию можно снять из чата, если кто-то еще не снял, или мы пришлем ее вам вместе с записью на марафон, да, и разместим на нашем сайте «Сила вместе». Спасибо большое. А я сейчас хочу передать слово следующему спикеру. Я знаю, что она уже здесь. Наталья Малафеева, просигнальте, пожалуйста, чтобы я вас увидела, да. Значит, ты, Наталья, экс-директор по маркетингу у фонда «Друзья», ментор платформы ProCharity, руководитель по развитию D&A Partners. И Наталья поделится с нами своим опытом, как создавать новые партнерства. Вам слово, пожалуйста. Большое, коллеги. Да, спасибо, Марина. Здравствуйте, коллеги. Рада вас видеть. Доброе утро. У кого-то, может быть, уже день. Даже вечер. Есть те, у кого вечер. С ума сойти. Широта, география, конечно, как всегда, не может не радовать. И количество участников и слушателей тоже. Большое спасибо за приглашение к участию в этой важной дискуссии. Я понимаю, что у вас сегодня основная цель – это показать разные модели партнерства и как НКО могут взаимодействовать с разными структурами для того, чтобы масштабироваться, становиться более эффективными, ну и как-то более, что ли, я не знаю, продуктивными в своей деятельности, непосредственно на которые нацелены. У нас есть проект, который мы реализовали не так давно, в конце мая. У нас, я имею в виду сейчас фонд «Друзья», хотя на самом деле на стороне фонда я уже не работаю, только как консультант и ментор платформы ProCherity. И переместилась как раз в структуру, которая помогала нам этот проект реализовывать. D&A Partners вместе с юристами продолжать раскачивать разные важные системные инициативы. Вот, и проект этот посвящен NFT и теме криптовалюты благотворительности, которая последние полтора года достаточно активно обсуждается в сообществе профессиональном, и благодаря которой, собственно, мы эту инициативу придумали, потому что в связи с тем, что сейчас кризисные, возможные такие непростые времена для фондов с фондрайзинговой точки зрения, конечно же, большинство из них ищут альтернативные способы привлечения пожертвований и увеличения своих фондрайзинговых показателей. И нам показалось в какой-то момент, что криптовалюты могут открыть новый путь для возможности развития для некоммерческих организаций, как с точки зрения фондрайзинга, так и, в принципе, освоения новых технологий. Ну и начали мы с того, что в прошлом году, даже в позапрошлом, в конце 2021 года, мы провели исследование под названием «Криптовалюта в благотворительности». И здесь, наверное, я поделюсь все-таки уже слайдами, чтобы не сбиваться с темпа нашего выступления. Так, сейчас я попробую сделать лайт-шоу, чтобы все у нас было видно на полный экран. Так, и теперь мне надо попробовать остановить эту листалку, потому что она будет без меня двигаться, а я не могу убрать эту подальню снизу. Не обращайте пока внимания на то, что листаются слайды. Я буду пытаться ими вручную управлять, хотя я не могу убрать эту штуку с экраном. А может быть, тогда вы вернете его не в полный экран и будете просто переключать, ничего страшного, так будет проще, чем если он бегает. Согласна. Попробую это сделать. Наверное, тут просто какой-то есть последовательный действий, который каждый раз забываю, чтобы вот это не происходило. У меня перекрывает просто нижняя панель зума. Так вот, мы придумали проект, который называется «Токены друзей», но придумали мы его не сразу, а спустя, в общем-то, год после того, как провели исследование. И исследование мы провели, опять же, совместно с агентством «Майндсмит» аналитическим. Оно было нацелено на, собственно говоря, изучение поля возможностей, а также отношение профессионального сообщества и коллег из благотворительных фондов к применению криптовалют в качестве фондрайзингового инструмента. Мы выявили, что на самом деле по сравнению с мировой практикой, международной практикой, тогда как в США уже, конечно же, в широком применении криптовалюты показатели фондрайзинговые достигли 125 миллионов долларов за год на фондрайзинговой платформе «The Giving Block», где можно жертвовать в качестве фондом криптовалюту, в качестве пожертвования. В то время как в России нет никакой системы регулирования криптовалют, поэтому эта тема относится к серой зоне. Она также обросла уже количеством определенных каких-то мифов и страхов со стороны фондов, и поэтому никак активно не применяется. А мы своим опытом хотели показать, что есть прозрачные, абсолютно понятные и логичные схемы, как можно в рамках закона существующего использовать криптовалюту в качестве пожертвований. И, в общем-то, сейчас об этом подробно чуть-чуть расскажу. Перед этим вместе с агентством Mindsmit мы провели опрос 60 с лишним фондов и руководителей фондов о том, как они относятся к теме криптовалют, и выявили, что половина опрошенных практически хотели бы начать применять пожертвования в криптовалюте, но только один из фондов готов это сделать, потому что существуют какие-то барьеры и риски. И вот мы выясняли, что это барьеры и риски перед ними стоит, какие они видят. 63% были беспокойны как раз неопределенностью юридического статуса криптовалют, который не относится к каким-то официальным финансовым активам, которые регулируются государством. 60% сталкиваются с техническими сложностями и незнанием технологии, как привлекать криптовалюту в качестве пожертвования. Ну а 53% не знают, как вообще корректно отчитаться потом от этих выступлений, даже если они поступили фонд и привлекли. Ну и с правой стороны здесь можно видеть такую более подробную аналитику. Некоторые затруднялись ответить, готовы или не готовы. Некоторые сомневались в том, что есть доноры, готовые жертвовать в качестве пожертвования, вернее, криптовалюту, и вообще являются держателями криптокошельков и вообще согласятся в этом, поучаствуют. Ну а есть определенная доля скептиков, которые просто, в принципе, не верят в криптовалюту, как финансовый актив, за которым может стоять будущее, в том числе и благотворительности. Но общий итог этого исследования показал, что криптовалюта будет массово внедрена только тогда, когда появится первый фонд, пионеры, так скажем, которые на своем опыте покажут всю модель, как можно привлечь криптовалюту в качестве пожертвования, какими инструментами, как это все будет расценено проверяющими органами, в том числе по факту проведения этого проекта в отчетностях и как, в общем, все это реализовывается. И таким образом мы пришли к тому, что стали этими самыми пионерами. В числе, на самом деле, нескольких других фондов, которые я сейчас не буду этому времени посвящать, потому что мы пропартнерские модели, но такими фондами выступили уже «Подари жизнь», такими фондами выступили «Дети бабочки», «Команда против пыток» и другие фонды, которые уже реализовали технологии NFT для того, чтобы привлекать в качестве пожертвования криптовалюту. Почему мы говорим про NFT? Что такое вообще NFT? NFT – это технология, которая позволяет привлечь криптовалюту в качестве пожертвования и вообще что-либо продать за счет токенизирования определенных медиафайлов. Есть какая-то, допустим, у вас ценность в виде видео или фоторабот, или это рисунки, например, благополучателей вашей организации, которые вы хотите продать в качестве пожертвований. Но для того, чтобы их продать не за рубли, а именно за криптовалюту, вам нужно специальную процедуру с ними провести, процедуру токенизации или минтинга. И для этого, конечно, вам нужны определенные знания, определенные платформы и инструменты. В нашем случае, и дальше позже скажу, у нас для этого в этом качестве партнеров выступили в проекте отдельные организации. Что не так вообще с NFT в России было? Почему мы решили этот проект запустить? Все, что в последний год называлось NFT и мелькало в информационном поле перед благотворительными организациями, это мало имело отношение к реальной технологии NFT, которая применяется во всем мире и существует на базе блокчейн. Большинство проектов просто называются NFT. На самом деле это цифровые копии каких-то работ, которые были повешены на сайт фонда или на какой-то платформе агрегаторы. И за рубли, ну, по сути, продавались, но не продавались в качестве пожертвования, просто привлекали таким образом новых доноров, готовых поддержать фонд. NFT проекты мы по этим называем просто цифровые версии, диджитал-версии каких-то медиафайлов или видео, или музыкальных произведений, или рисунков, или фотографий, которые где-то существуют в виртуальном поле. При этом в России до сих пор запрещена официальная продажа товаров и услуг за криптовалюту. То есть мы по закону, будучи резидентами Российской Федерации, не можем ничего делать с криптовалютами, в принципе, как с неким средством оборота наших товаров или услуг. Но для проведения NFT российским НКО может понадобиться контрагент. И как раз в свете вот этого партнерства я расскажу о том, какими организациями выступили партнеры в нашем проекте. Что такое токены друзей? Прежде всего, мы запустили проект, который должен был раскачать, так скажем, информационное поле, связанное с применением криптовалют в благотворительности в России, и привлечь внимание в том числе государства к этой важной теме, потому как мы хотели бы уже, чтобы официально криптовалюты стали финансовым регулируемым активом, и фонды получили инфраструктурные возможности для того, чтобы официально ее привлекать, криптовалюты. Почему это важно? Потому что держателями криптокошельков на самом деле является уже огромное количество людей, и многие инвестируют в криптовалюту как в какой-то финансовый актив, за счет чего приобретают новые источники дохода. И мы понимаем, что большая часть, даже не высокодоходные, а среднедоходные аудитории уже применяют эти технологии, особенно те, кто так или иначе связан как-то с международными организациями, работают в крупных фирмах, компаниях, и могли бы стать донорами, продолжая помогать российским фондам. Мы решили запустить вот этот проект для того, чтобы как раз показать свой пионерский опыт, как мы абсолютно по прозрачной и транзакционной модели реализовали его от начала и до конца, от запуска информационной кампании и, собственно, осуществлением приема криптовалюты на баланс фонда в качестве пожертвования. Таким образом, у нас родился проект, который мы назвали «Токены друзей», и здесь, конечно же, играет роль фонд «Друзья» и его название, откуда вообще пошла эта идея. Мы всю жизнь в фонде развиваем такую мысль, как любое партнерство, оно должно быть взаимовыгодным и существовать по модели вин-вин. Это никогда не должно быть просьбой со стороны, вообще вопрошающей какой-то позиции со стороны некоммерческой организации и дарящей, и отдающей, но ничего не получающей второй стороной. У нас всегда такая модель вин-вин или даже вин-вин-вин является таким, в общем, основой реализации всех наших проектов, которые мы в фонде запускаем. К этим проектам относятся платформа про черити интеллектуального волонтерства, к этим проектам относятся Московская школа профессиональной филантропии, ну и также все фондрайзинговые модели и инициативы, которые фонд запускал. Каким образом это партнерство, вот эта модель вин-вин-вин выслеживалась? Всегда есть один партнер, который что-то дает, какой-то ресурс ценный для фонда, всегда есть фонд, который выполняет определенные обязательства перед партнером, дающим этот ресурс, и всегда есть общая цель, во благо которой два предыдущих партнера, которые упомянуты были, объединились, и ради которой, собственно, реализуется эта инициатива. Таким образом, мы получаем еще третий вин для общества или для системы в качестве какого-то важного и чаще всего измеримого социального изменения. Что касается проекта NFT, токены друзей, здесь у нас в проекте объединились даже три стороны, и не две, это прежде всего фонд «Друзья», который стал благополучателем, но и платформой-партнером, которая этот проект помогла реализовать и донести его до профессионального сообщества, и, собственно, донести его до широкой аудитории, в том числе и до государства. Был партнер и остается D&A Partners, главный стратегический партнер, который выступил экспертом в области юридического, цифрового права и в области построения финансовой модели транзакционной цепочки этого проекта. И был еще третий партнер, он, собственно, и главный герой нашего проекта, Роман Бевзенко, тоже юрист, но выступивший не в своем профессиональном экспертном поле и роли, как юрист, а как фотохудожник и как, в общем-то, автор работ, на основе которых были сделаны NFT-токены, NFT-дроп. Дроп – это коллекция, коллекция фото-работ, которая была продана на специальном маркетплейсе Foundation за пожертвования в криптовалюте. И мы поняли, что, в общем-то, это и есть самый наглядный проект, такой пример объединения усилия друзей, потому что это, конечно же, партнерские и дружеские долгосрочные отношения, которые были построены уже и до этого проекта, и долгосрочное знакомство, которое, в общем-то, вырастало уже в разные инициативы, совместная деятельность. Но в этом проекте мы как раз их представили в таком наиболее наглядном формате, когда каждый из них выступает в своей роли и тем самым укрепляется в своей экспертизе и получает какие-то бенефиты от этого партнерства. Что такое токены друзей с точки зрения партнерской модели? Как я уже сказала, здесь у нас выступили четыре стороны. Это юристы международного цифрового права, это юрист и фотограф, фотохудожник Роман Бевзенко, это эксперты, которые помогли нам с технологией реализации этого проекта и помогли, собственно, токенизировать фотоработы и продать их на специальном маркетплейсе. И это фонд, друзья, как основной благополучатель и образовательная площадка партнеров. Как происходило это партнерство? Опытные юристы цифрового права Екатерина Смирнова и Юрий Брисов, которые основали агентство D&D Partners, даже не агентство, это юридическое консалтинговое бюро, разработали всю договорную цепочку и вообще все дерево принятия решений, всю модель этого проекта с точки зрения закона, и с точки зрения того, как прозрачно, подотчетно и абсолютно законно можно реализовать вот такую технологию на территории Российской Федерации российскому фонду, фонду Друзья. Также они разработали транзакционную модель, то есть все, что касается приема криптовалюты на баланс фонда, как финансово-цифрового актива, здесь важно было проследить каждый этап и, в общем-то, его продумать тщательно, чтобы фонд смог этот актив зачислить себе на баланс и потом применять эту криптовалюту, не просто держать там на черный день на криптокошельке созданном, как делают некоторые наши коллеги, и за незнанием просто того, что дальше с этим делать, но и применить их по назначению, то есть на установную деятельность фонда. И также коллеги, конечно, помогли нам разработать коммуникационную кампанию продвижения этого NFT-дропа для того, чтобы на него нашлись покупатели. И вот эти фотоработы, токены, их кто-то приобрел на Marketplace. Опытный юрист Роман Бивзенко, известный в юридическом сообществе прежде всего, выступил фотографом и фотокудожником, предоставил свои NFT-работы, и даже у нас был крупный куратор-консультант, международный куратор NFT-искусства Анна Буали, которая помогла из этих фотографий создать настоящую коллекцию. Она помогла описать ее художественным слогом, причем как на английском, так и на русском языке. Она помогла выстроить из них концепцию и придумать эту концепцию, преподнести, спозиционировать таким образом, чтобы спрос на эти работы на Marketplace, опять же, был выше, и цену можно было бы установить на эти работы выше. Таким образом, у нас включился еще один партнер. Это вот куратор из профессионального NFT-сообщества, NFT-искусства рынка, который помог нам докрутить этот проект и сделать его наиболее эффективным. Также агентство международное NFT Masters, которое занимается непосредственно технологией токенизации разных цифровых материалов, активов, работ. Как правило, это работают известных художников каких-то современных, которые уже работают с технологиями NFT и в том числе продаются на международных крупных маркетплейсах и площадках для арт-дилеров и коллекционеров и галерей. И именно это агентство стало посредником между художником, между фондом и, собственно говоря, между D&D Partners, благодаря которому мы смогли официально продать NFT-работы за криптовалюту, потому что у него есть представительство на территории другой страны, которое действует в другой юрисдикции, там, где официально разрешено продавать работы и вообще что-либо продавать за криптовалюту. Ну и фонд «Друзья» выступил здесь благополучателем, основным таким экспертом в области благотворительности и образовательной площадкой, потому что мы создали специальный лендинг для фондов и для некоммерческих организаций, на котором собрали большую библиотеку знаний. Все, что касается технологии блокчейн, технологии NFT и вообще криптовалюты, что это такое, почему мы можем называть NFT только то, что существует на базе блокчейн, как вообще работает эта система, также какие документы требуются от фондов, чтобы запустить подобный проект, какие нужны участники, экспертизы в каких вопросах, как выбрать маркетплейс и так далее. Огромное количество вопросов, на которые мы ответили благодаря нашим партнерам, собрали вот эту всю базу знаний на одном сайте и представили сообществу в качестве такого гайда по запуску NFT-инициатив. Чуть подробнее про коллекцию. Роман, вот, собственно, про его фотографии. И он, будучи юристом, уже известным, достаточно публичным в профессиональном юридическом сообществе, обладает устойчивой репутацией уже проверенного, надежного юриста, эксперта в определенных направлениях. Но мало кто знает его с точки зрения, его как бы с творческой стороны, и как фотографа, который путешествует, часто делает какие-то заметки, делает уникальные совершенно кадры и даже выставляет их на какие-то международные фотоконкурсы, получает награды. Но мы поняли, что для того, чтобы провести такой эксперимент, вообще, в принципе, целью проекта «Токены друзей» является, как я уже сказала, законодательное изменение, основное, и принятие закона о регулировании криптовалютной территории России. Поэтому нам важно было задействовать все юридическое сообщество и привлечь как можно больше юристов для участия в этом проекте, для того, чтобы заручиться их поддержкой и, так скажем, лоббировать этот законопроект еще с большей интенсивностью и активностью. Именно поэтому мы выбрали фотокудожникам и главным героям как раз-таки человека, юриста и профессионала, который обладает репутацией и доверием в юридическом сообществе. Так у нас появился Роман Бевзенко и его прекрасные фотоработы. Дальше что произошло? Фотоработы мы с помощью агентства NFT Masters, ранее упомянутого, смогли токенизировать, то есть превратить в NFT и разместить на специальном marketplace Foundation, оценив их в определенном эквиваленте, в криптовалюте, которая называется Ethereum. Вот она обозначается аббревиатурой ETH. Соответственно, мы придумали, не мы придумали, и Анна Буали и эксперты по оценке NFT работ и искусства, обозначили им какую-то стоимость определенную на рынке, и мы придумали три формата, в которых эти работы будут продаваться. Первый и самый важный – это открытый тираж, который действовал на протяжении 24 часов, и пользователи marketplace могли купить его неограниченным количеством копий, при этом каждая из них уникальная, с сертификатом и дает право обладания именно этой копией своему покупателю, и это была самая низкая стоимость, 0,08 вот этих эфириумов, приблизительно 1500 рублей, даже чуть поменьше, пересчете на рубли. Также у нас были лимитированные работы, которые продавались по уже 0,08, вернее, 0,08, там было 0,08 эфириума, и это уже другая стоимость – 12,5 тысяч, и это уникальная работа, которая в единственном экземпляре продавалась на маркетинге. При этом у нас моментально эти работы ушли сразу в продажу, их кто-то купил, и таким образом у нас появился первые несколько доноров, имена которых нам неизвестны. Кто эти люди и кто почему и купил эти работы, мы тоже не знаем. И, наконец, третий формат, в котором мы продавали фотоработы токены – это аукцион, в котором можно было установить свою стоимость, предложить свою стоимость за эту работу. Благодаря тому, что у нас прошел этот аукцион в течение недели, мы собрали в общей сложности порядка 60 тысяч рублей, и это не главная сумма, потому что это совершенно какая-то скромная сумма по отношению к каким-то большим фондрайзерам. Но мы провели этот эксперимент и показали, что абсолютно прозрачный и доступный фондам путь, как можно криптовалюту применить для своих целей. Что нужно сделать, чтобы продать NFT и получить криптовалюту в качестве пожертвования? Прежде всего, выбрать художника и маркетплейс для продажи NFT. Если под художником мы здесь как бы избрали такого эксперта, который выступил про Бона, волонтером, и как экспертом, и как интеллектуальным волонтером в творческом направлении, то маркетплейс просто существует, их существует на самом деле несколько, их можно просто выбрать в зависимости от того, в какой криптовалюте вы хотите привлечь пожертвования, какие инструменты продвижения этого дропа предлагает каждый из маркетплейсов. В этом же выборе нам опять же помогли эксперты, которые уже не первый проект, так скажем, в NFT реализовывают, D&D Partners. Второе. Нужно найти агент или арт-дилера, который представит права художника на маркетплейсе и от его имени продаст его фотоработы. Именно потому, что на территории продавать что-то за NFT никто из нас не имеет права. Ни художник, ни фонд, ни агентство, которое находится в юрисдикции Российской Федерации. Третье. Нужно заключить трехсторонний договор с художником и с агентством, которое продает его работу. И этот договор, чаще всего, вот мы выбрали форму договора пожертвования, через которую художник жертвует нам уже вырученные средства от продажи NFT, а мы принимаем их на счет своего криптокошелька уже в определенном эквиваленте, который нам известен по итогам продажи этого дропа. И четвертое. Нужно выбрать авторизованную биржу. Это самый главный момент, самый важный на самом деле в этой цепочке, потому что это дает право нам реализовать криптовалюту на уставные деятельности с целью фонда, потому что мы обмениваем криптовалюту на фиатные рубли. И до сих пор в России нельзя было этого сделать официально, но у нас появился союзник, во-первых, государство Беларусь, дружественная Россия, и авторизованная биржа, которая называется Whitebird, на которой можно зарегистрировать на юридическое лицо криптокошелек и там же обменять сразу полученные криптовалюты на рубли, зачислив их на баланс фонда. Ну и, наконец, принять на расчетный счет фонда обмененные рубли и использовать их по назначению, если это назначение и цели были указаны в договоре пожертвования или это устанавливая деятельность на общие нужды фонда. Это первый этап. И второй этап это образовательная платформа, которая, в общем-то, является, как я уже сказала, библиотекой знаний на тему NFT, блокчейна и криптовалют не только в благотворительности, но и в принципе, но и, конечно, определенные вопросы, которые отвечают, то есть собрали ответы на определенные вопросы именно для фондов, касающиеся их деятельности. Вопросов отчетности, вопросов договора, вопросов прозрачности, а также рисков получения каких-нибудь статусов иностранного агентства. Здесь все расписано на нашем сайте и можно найти ответы на все вопросы, в том числе, если вы получаете иностранное финансирование, как это правильно все сделать и как перед этим отчитаться, чтобы не вызвать никаких вопросов со стороны проверяющих органов. Там есть медиатека с коротенькими видео, с ответами на эти вопросы, а есть также вопросы и ответы на них вот в таком вот меню. Ну и в качестве глоссария там приведены все термины и источники информации, на которые также мы ссылались, которые нам сильно помогли в сборе этой информации. Результаты проекта какие у нас, в общем, мы можем сказать, что интерес у профессионального сообщества достаточно высокий по-прежнему к теме криптовалют и мое сегодняшнее участие в этом вебинаре еще раз подтверждает, потому что многие фонды нам пишут, задают вопросы, как правильно это сделать, к кому можно обратиться, где найти агентство, где найти художника, как сделать NFT и так далее. Это говорит о том, что действительно интерес к этому повышенный со стороны государства. У нас есть определенные какие-то подвижки с точки зрения принятия закона, постоянно идет противостояние Минфина и ЦБ, а также определенных каких-то депутатов Госдумы, которые лоббируют эти изменения и принятие системы регулирования криптовалют. Но пока этого не произошло, мы можем действовать вот по той схеме, по такой цепочке, которую мы реализовали на примере проекта «Токены друзей». Аудитория криптодоноров тоже важное наблюдение, по-прежнему для нас остается немножко загадочной, недоступной, потому что мы до конца и технология блокчейн как раз на это направлена, на защиту персональных данных, до конца не знаем, кто купил фотоработы Романа Бевзенко, ну и, собственно, где искать подобных доноров, которые готовы были бы пожертвовать фонд или просто приобрести фотоработу, потому что она им понравилась, где держать или кошельков, где их находить, в каких сообществах, потому что те сообщества, которые мы охватили, в том числе юридическое и профессиональное сообщество, оказалось, скажем, не готовым к активным каким-то действиям в этом направлении. И это точно не были доноры фонда «Друзья» привычные, которые регулярно жертвуют в рублевом эквиваленте фонд или участвуют как-то так или иначе в жизни деятельности фонда «Друзья». Это были чаще всего незнакомые нам люди, находящиеся на платформе Marketplace Foundation, на котором мы продавали NFT-дрох. И важно еще отметить, что поэтому очень важно продумывать комплексную фондрайзинговую компанию проекта, чтобы аудитория, на которую вы целитесь, могла быть наиболее обширной за счет важных каких-то сообщений, которые вы до нее доносите. И сформулировать эту фондрайзинговую или коммуникационную компанию вам тоже может помочь какое-то агентство или эксперты, которые в этой области уже реализовывали не один проект. Как мы отследили систему вот этого win-win-win, собственно говоря, что получили наши партнеры? Ну, и юристы DINVI Partners приняли участие в масштабном кейсе и выступили в социально ответственных компаниях в информационном поле. укрепили свою экспертизу в области цифрового права, получили определенное количество упоминаний в СМИ, и это еще не все СМИ там продолжают пока выходить публикации, развернутые материалы, интервью, в которых юристы подробно отвечают на все вопросы. Ну, и, конечно, они получили профессиональную поддержку от сообщества юридического, где очень важно реализовывать какие-то пробоны, проекты, вообще выступать в качестве таких агентов социальных изменений, и в этом смысле в проекте мы представили такую возможность как фонд. Роман Бевзенко получил репутацию как известный фотохудожник, он был оценен высоко и арт-дилерами на маркетплейсе, и покупателями, и в целом какими-то профессиональными сообществами тоже, которые поддержали его, ну, как бы хобби, такую творческую инициативу, а не профессиональную. Ну, и как юрист он тоже принял участие в социально значимом проекте, обозначил свое как бы неравнодушие к текущей ситуации и ответственную позицию. А фонд «Друзья», конечно, самый главный благополучатель. Помимо того, что закрепил свою образовательную экспертизу и выступил в очередной раз таким площадкой, платформой для аккумулирования этой экспертизы и объединения разных участников и их знаний во благо для системных изменений, он еще и реализовал кейс про Бона, уникальный в области интеллектуального волонтерства, потому что в этом проекте, конечно, все участники абсолютно безвозмездно применяли свою экспертизу, дарили свое время, разрабатывали модели, ну и вообще всячески участвовали для того, чтобы сдвинуть вот эту вот тектоническую плиту с мертвой точки и, наконец-то, закон был принят в нашей стране. Ну и, конечно, мы собрали определенное количество средств на поддержку платформы ProCherity, хотя изначально это не было главной целью, как мы уже сказали, мы, в общем-то, выступили такими просто показательным примером того, как можно реализовать инициативы на территории России. Вот, таким образом, в партнерстве объединившись, мы поняли, что, на самом деле, чем больше сторон участвует, тем, конечно, интереснее, комплекснее и, возможно, даже значимее проект, потому что каждый из вовлеченных сторон привносит что-то свое, привносит свою экспертизу, ну и может также помочь вашей инициативе дать широкую огласку в том профессиональном сообществе, откуда, собственно, участник присоединился и пришел. И в наших интересах, как фондов и некоммерческих организаций рассказывают как можно более широкому кругу о нашей деятельности, поэтому здесь чем больше участников вы можете привлечь, тем больше, соответственно, охват от вашей компании вы получите. Ну и в продолжении, в завершении, наверное, своего выступления скажу о том, что, наверное, главным ценностью вообще всего этого проекта мы видим именно пробу на участие, вообще факт такого явления интеллектуального волонтерства, когда люди, несмотря на высокую занятость, загруженность другими проектами, весьма себе коммерческими и оплачиваемыми, могут посвящать огромное количество времени во благо какой-то большой миссии, ради идеи объединяться, привлекать еще своих друзей, своих сторонников, набираться еще больше экспертизы, параллельно изучая какие-то новые возможности, задействуя разные инфраструктурные организации для того, чтобы в конечном счете мы получили наилучший результат от проекта, ну и, собственно говоря, какое-то системное изменение все-таки достигли. Вот, наверное, на этом я закончу выступление про токены друзей, сразу все отвечу на вопрос, если они есть. Да, Наташа, спасибо. Обращаться к вам на профилите. Спасибо огромное, я думаю, что сейчас если спросить будут ли вопросы, или их миллион будет, или не одного, потому что все такие, а что, так можно было? Вот, но точно уже есть два вопроса в чате, первый вопрос это, а можно ли так продавать не фотоработы, а работы подростков? Конечно, все что угодно. Вот, что угодно можно продавать. Все что угодно можно продавать и токенизировать, любой медиафайл, это может быть видео, фото, рисунки, все что угодно, можно превратить в NFT и продать его за криптовалюту. Потом есть вопрос, попросили повторить еще раз, где можно, значит, те платформы, на которых можно это сделать, да, где можно обменять крипту на рубли. Сейчас я пишу в чате. Первое, это наш сайт NFT про Charity.ru, как раз сайт токен и друзей, на котором можно найти всю эту информацию. Вторым номером я кинула про Charity как платформу, где можно привлечь интеллектуальных волонтеров для своих инициатив. И так сейчас, спай, главное не забыть, как правильно пишется. Возможно, я сейчас ошибусь в ссылке, лучше я перепроверю, потом ее запощу. Пришлите ее нам, и мы отправим всем участникам в письме все ссылки, чтобы было... Это платформа Whitebird, белорусская биржа, криптобиржа, на которой можно зарегистрировать криптокошелек на юридическое лицо, заключив договор оферты, и этого договора будет достаточно для вашей бухгалтерии, для ваших финансистов, чтобы потом, основываясь на него, отчитаться перед Минюстом, Минфином и налоговой. И, собственно говоря, там же можно обменять полученные криптовалюты на рубли. Спасибо. Вот еще есть комментарий, что можно идти упрощенным способом, принимать донаты на уставные цели в виде крипты без NFT. Вот, наверное, тоже можно. В принципе, можно, наверное, но поскольку у нас все еще запрещено официально что-либо продавать, то немножко есть в этом... Ну, как бы, официально по закону можно, потому что у нас появился криптокошелек, и мы тоже его хотели и повесим на сайте фонда как альтернативный способ привлечения пожертвований. Но, на самом деле, некоторым может это не понравиться, потому что любая фандрайзинговая инициатива или компания, которая нацелена на привлечение криптовалют и как бы рекламным сообщением является так называемое, как бы, не знаю, пожалуйста, пожертвуйте там в криптовалюте, условно такое сообщение, оно может быть расценено как продажа. И это не очень хорошо с точки зрения закона, хотя, на самом деле, официально мы ничего не нарушаем. Понятно. Ну, как всегда у нас в законодательстве это можно, но не совсем можно, потому что все-таки можно, но, может быть, нельзя, поэтому, да, то есть мы всегда должны оценить риски. Спасибо огромное. Я вижу, что, к сожалению, у нас уже нет времени на просто вопросы участников, но есть комментарии, что хотелось бы с этим разобраться поподробнее, может быть, даже пройти обучение. И я уже сказала, что мы надеемся, что это наши не последние встречи. И я думаю, что мы эту тему зафиксируем как тему, в которой нужно не за полчаса разбираться. И спасибо большое за ссылку на базу знаний. Те, кто готов в этом разбираться самостоятельно, уже, знаю, после марафона побегут туда все читать, а те, кто любит больше разбираться вместе с экспертами, то я думаю, что мы подумаем, как организовать какой-то, может быть, семинар, вебинар более подробный на эту тему. Наташа, надеюсь, вы согласитесь нам ассистировать и помогать в проведении этого семинара и поделиться поподробнее вашим опытом. С большим удовольствием. Большое спасибо вам за интерес к проекту, за профессиональный доверие и с радостью отвечу на все вопросы. Я скинула сейчас, это я лично скинула, на всякий случай, так, сейчас я еще пришлю свои контакты в общий чат. Вот, презентацию и ссылку на видео всего марафона вы все получите как участники. Это все размещено на нашем сайте Сила Вместе, поэтому не волнуйтесь, все материалы наших спикеров будут размещены в нашей общей базе знаний. Наталья, спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, что знаете, вот если бы это был зал, мы бы все аплодировали, поэтому у нас два варианта, либо аплодисменты через реакцию, либо прямо можно включить микрофон, включить экран, и поаплодировать. Спасибо большое за очень интересную презентацию и новые возможности. Мне кажется, что многие для себя правда открыли, ну как бы про это надо подумать, многие сейчас себе зафиксировали. Спасибо большое. Я передаю слово следующему спикеру, и это Инна Кереш, Инна, можно вот так уже помахать, Центр поддержки и развития НКО Ямала, и Инна поделится с нами еще одним опытом выстраивания партнерства, это выстраивание сообщества амбассадоров Ямала на примере проекта Я Шанс, и Инна обещала рассказать, что получилось, а что не очень, потому что узнать, где лежат грабли, иногда гораздо интереснее, чем узнать, где растут фиалки. Инна, пожалуйста. Спасибо большое, Марина Евгеньевна, за такое представление, но вот насчет того, что если мы даже будем знать, где лежат грабли, мы все равно на них, как обычно, нас наступим. Но зато мы будем в шлеме. Да, мы будем в шлеме и будем в бронежилете, и поэтому нас это, может быть, каким-то образом спасет. Итак, коллеги, меня зовут Инна Тереш, я руководитель региональной общественной организации Центра развития НКО Ямала, мы работаем с некоммерческими организациями, с инициативными гражданами уже практически более 10 лет. Консультируем, обучаем, сопровождаем по вопросам управления, отчетности, продвижения, поиска ресурсов, и нам доверяют более 70 НКО нашего региона, это практически все активные некоммерческие организации. Для чего я вам это сказала? Для того, чтобы вы поняли, что эта идея, идея создания сообщества амбассадоров возникла ненародной. И не просто так, и это не просто проект. Мы над этим думали очень давно, подступались с разных сторон, но для начала, может быть, опишу то проблемное поле, на котором вот эта самая идея выросла. Но я думаю, что наше ямалоненецкое некоммерческое проблемное поле не очень сильно будет отличаться от ваших региональных, но тем не менее, скажу, нас очень заботило то, что жители нашего региона очень мало вообще знают, что такое НКО, очень мало знают о тех НКО, кто работают в их городе, в их поселке, ну а раз не знают, соответственно, очень мало участвуют в их деятельности своим временем, ну и рублем соответственно. То есть знают, что где-то есть крупные фонды, где-то что-то делают, а что делают их НКО в их городе, в их поселке, ну вот. Мы это тоже утверждаем не просто так, мы ежегодно проводим исследования, спрашиваем людей вообще, что они знают, что такое НКО, ну и год от года ситуация практически не меняется. Вторая такая проблема, то, что наш региональный сектор очень разобщен, но я тоже думаю, что это ни для кого не новость, а раз разобщен, соответственно, у нас нет общей повестки, очень слабые партнерские связи, они бывают такие временные, нельзя сказать, что наш НКО не общается друг с другом, они общаются друг с другом, но как таковых прочных деловых, скажем так, связей очень мало. Ну и третья особенность нашего региона такая, что у нас нет сети в городе на дыме, что-то тут пишут в чате, что-то в городе на дыме. Коллеги, у нас в регионе как таковой сети ресурсных центров в муниципалитетах нет. Их функции у нас выполняют муниципальные структуры поддержки НКО. Они достаточно крепкие, они, скажем так, свою функцию опять же в свете и, скажем так, в проекции своих задач выполняют, а мы как НКО в статусе ресурсного центра работаем на весь регион естественно дистанционный. Соответственно всех охватить не можем. Это тоже объективная реальность. Так вот в связи с вышесказанным идея, гипотеза можно даже сказать, она у нас возникла, ну скажем так, не очень давно, но возникла сразу, кстати, после пандемийных событий. Мы подумали, что вот все эти три проблемы можно решить путем создания сообщества экспертов в сфере НКО или в сфере полезной для НКО и с его помощью уже и развивать и самих членов этого сообщества, и развивать некоммерческий сектор в регионе, ну и соответственно транслировать ценности некоммерческого сектора нашим жителям, чтобы они все-таки больше знали о том, что такое НКО, для чего это НКО, все-таки больше стали участвовать в их деятельности. Ну и вот такое интересное название у нас проекта возникло Яшанс. Это аббревиатура Ямальская школа амбассадоров некоммерческого сектора. То есть получилось не специально, но вот так интересно, что Яшанс. То есть каждый амбассадор это шанс для некоммерческого сектора и жителей нашего региона стать ближе друг к другу. Почему именно амбассадоры, не эксперты, не лидеры, как в других регионах же есть такие сообщества? Потому что мы решили, что люди больше доверяют людям. Крайней мере нас на Ямале, а не каким-то организациям. А если эти люди еще и значимы, являются в чем-то экспертами, они еще и лидеры общественного мнения, то доверия к тому, что они транслируют, естественно, больше. И мы подумали, что люди будут слушать именно вот этих наших амбассадоров. К тому же амбассадор, сами знаете, очень сейчас популярное название, сейчас практически, ну скажем так, в любой сфере деятельности есть свой амбассадор. На чем мы основывались? Естественно, не на пустом месте, естественно, мы не такие прямо вот супергениальные, что мы сами все это придумали. Мы основывались на опыте создания профессионального сообщества школ региональных экспертов от благотворительного фонда «Добрый город Петербург». Я являюсь членом этого сообщества с 2019 года и на себе все, скажем так, испытала и прожила. Кроме того, у наших соседей в Кмао-Югра есть замечательный опыт проекта школа Сонка «Наставники». Мы очень естественно с ними общаемся, дружим и их опыт, скажем так, нам ближе, потому что все же таки они наши соседи и регион более близок к нам по условиям как климатическим, так и всем остальным. Ну и спасибо благотворительному фонду «Гарант», который в проекте своем НКО-НЛО создал массу замечательных материалов, популяризирующих вообще НКО. Так что Марина Евгеньевна весь Ямал уже и мультики посмотрел и все остальное уже увидел. То есть видите, как вот ваш труд был не просто не напрасен, а он принес пользу всему Ямалоненецкому автономному округу. Спасибо вам еще раз даю. Итак, как мы все это делали? Ну, естественно, начали мы благодаря полученной поддержке фонда президентских грантов, потому что такое дело сложно было начать именно без поддержки. Значит, изначально мы объявили конкурсный отбор, привлекли все возможные информационные каналы. У нас на Ямале такая особенность, что у нас самые популярные информационные каналы, это официальные паблики в городах и в муниципалитетах наших местных органов самоуправления. У нас с ними неплохие партнерские отношения, поэтому они нам помогли. Информация была размещена практически везде. Мы дружим с департаментом молодежной политики, а они у нас самые медийные. То есть их паблики, их телеграм-каналы, чего только у них нет. Читают все, не только молодежь. То есть информационная компания была большая. После этого мы провели единственную в проекте очную встречу. То есть мы собрались, те, кто у нас прошли в проект, были приглашены и приехали на очную встречу. То есть три дня мы общались, а обучались, даже попытались выработать какие-то общие ценности и что-то понять про то, что мы, кто мы и для чего мы. Ну, по крайней мере, попытались. Что еще у нас происходит? После этого, естественно, проект перешел в онлайн. У нас были ежемесячные обучения, были еще и есть, потому что проект идет только десятый месяц. это у нас проходит ежемесячный вебинар по какой-то определенной образовательной теме, потом домашние задания обязательные, обратная связь, в общем, обычная онлайновая образовательная схема. Еще у нас для каждого амбассадора есть индивидуальные консультации с экспертом по личному бренду. в качестве элемента корпоративной культуры у нас есть коммуникация в чате сообщества, у нас если какие-то если есть какие-то оффлайн мероприятия и там бывают наши амбассадоры и здесь мы с ними встречаемся, так продвигаем бренд с помощью постов из личных аккаунтов наших амбассадоров. Кроме того ежемесячно у нас есть онлайн встречи они называются поговорим знак вопроса здесь мы просто с ними общаемся у кого что произошло кому в чем нужна помощь какие вообще у нас происходят новости у нас создана база знаний в рамках личного кабинета участника это такой сайт скажем так для внутреннего пользования на нем все записи всех образовательных сессий все материалы материалы для консультаций для уроков встреч ссылки на личные папки с домашними заданиями все у нас хранится в общем доступе но опять же закрыто для каждого амбассадора снято профессиональное промо видео просмотров там октября месяца у некоторых наших видео наших амбассадоров уже больше двух тысяч но опять же кто как популярен кто как себя продвигал и как это самое видео как он его использовал да дальше сейчас прямо сейчас у нас идут записи для многих амбассадоров первых в их жизни подкастов опять же про себя что они кто они что они предлагают что они могут что они умеют кроме того мы ну скажем так продюсируем их экспертные выступления буквально вот неделю назад Анна Тараскина она у нас спортивный психолог такая знаете интересная у нее экспертность провела открытый вебинар по мотивации на котором присутствовали не только наши ямальские скажем так юные спортсмены или родители этих юных спортсменов а там пришли люди из других регионов что естественно она бы сама потому что она еще только работает первый год никогда бы не сделала мы в этом помогли ну и самое-то важное да ведь вы помните о чем я вам говорила у нас с амбассадорами скажем так честный договор мы делаем все чтобы сформировать их экспертность продвинуть ее представить миру а они в обмен на то что мы им помогаем помогают нам транслировать ценности некоммерческого сектора так вот что они делают они проводят уроки в школах встречаются со студентами средних учебных заведений ну и естественно консультируют инициативных граждан своих муниципалитетов то есть живую на месте чего мы как дистанционный ресурсный центр сделать естественно не могли потому что ну невозможно это сделать чтобы у нас в каждом муниципалитете был свой представитель и заканчивается наш ну не заканчивается скажем так итог вот этого нашего этапа это создание интернет платформ под названием эксперты Ямала на которую мы планируем естественно что это будет витрина всех наших уже действующих амбассадоров естественно будем туда привлекать еще и всех других вот так вот что же за 10 месяцев получилось у нас значит что было в плане ну скажем так востребованности после нашей обширнейшей информационной кампании у нас было 54 заявки проекта было проведено 38 онлайн собеседований 10 человек были нами приглашены то есть это признанные лидеры не коммерческого сектора сразу скажу не все согласились не все мы уважаем их решение мы считаем что ну кто-то из-за занятости кто-то из-за того что ну скажем так немножко это ему может быть было не по статусу может быть это не в рамках его ну скажем так личных планов развития все понятно то есть мы остались с ними скажем так партнерами в рамках других проектов но просто они не захотели стать амбассадой это мы считаем это нормально и так было отобрано для участия в очной сестье ровно из 54 ровно половина 27 человек то есть они были официально приглашены для участия в проекте приехали на водную очную сессию 22 человек понимаете то есть еще и здесь есть воронка такая своеобразная через 10 месяцев проекта активно работают активно участвуют в проекте из 22 17 54 17 понимаете да где у нас первые грабли зарыты растут да то есть ну скажем так не все так случается как нам бы хотелось мы свои обязательства со своей стороны выполняем в полном объеме а жизнь у людей интересы своей некоммерческой организации у нас два бассадора просто уехали из нашего региона мы мы посчитали что они не смогут так эффективно сотрудничать с нами уже вне региона поэтому мы отпустили богом как говорится кроме того сейчас уже через 10 месяцев у нас получается что экспертами ну то есть полностью сделали всю работу по созданию своих экспертных профилей для нашего сайта эксперты Ямала 20 человек то есть понимаете да активно работают 17 экспертами хотят и продвигаться с помощью нашего проекта 20 человек тоже уже записано 7 подкастов то есть тоже дело идет не быстро потому что для некоторых это вообще впервые для многих это опыт сделано 22 профессиональных промо ролика потому что мы сделали их сразу на нашей очной водной сессии может быть сейчас через 10 месяцев они уже не так актуальны но тем не менее они дают понятие о том что это за человек что он умеет что может как он говорит что он говорит и какие ценности естественно транслируют за это время за 10 месяцев наши амбассадоры уже провели 230 консультаций для инициативных граждан и представителей НКО в своих муниципалитетах и городах чего бы мы естественно своими силами не сделали никогда вот это мы считаем наш вообще самый главный результат то что люди стали наши амбассадоры стали помогать другим людям потому что ну вы мне сейчас скажете ну а что мешает этим самым инициативным гражданам снять трубку или зайти в телеграм и вам просто написать или позвонить а вот вы знаете бывает иногда для людей барьер именно в том что нужно кому-то звонить или кого-то о чем-то просить а этот человек живет в их поселке потому что у нас много таких поселений где две с половиной тысячи человек три тысячи человек там естественно все друг друга знают и наши амбассадоры они известные люди то есть их знают а когда они предлагают им свои услуги типа односельчане или там земляки мы вам сможем в том-то помочь в том-то помочь они естественно к ним обращаются более охотно то есть и у нас даже можно сказать что вот за эти 10 месяцев у нас даже увеличилось число обращений к нам по поводу регистрации новых НКО то есть мы еще и множим НКО скажем так свою базу партнерскую будущее опять же благодаря нашим амбассадорам а некоторых амбассадорам у нас есть у нас Женя Вингенс молодой парень у него своя НКО он очень хорошо освоил систему как можно НКО зарегистрировать через госуслуги и вот эту свою экспертность очень успешно скажем так предлагают другим коллегам с его помощью уже три НКО практически беззатратно практически беззатратно зарегистрировались через госуслуги то есть вот опять же прямая польза дальше что касается уроков для школьников и встреч со студентами СУЗа по урокам для школьников мы думали что это будет вообще самая популярная наша деятельность но оказалось друзья мои не так потому что сейчас в школах возникли новые обстоятельства которых мы не предполагали что они вообще могут возникнуть вы сами знаете что у нас сейчас движение первых очень активно создает свои первичные отделения соответственно поскольку система образования то есть из присутствующих коллег когда-нибудь работал в системе образования знает какие там нюансы да то есть они сейчас стали то есть у них чуть-чуть сменились интересы им сейчас наше НКО добровольчество и все хорошее против всего плохого не очень-то было интересно но нас скажем так спасает то что наши амбассадоры они скажем так на 50% это лидеры не коммерческого сектора ну им сложно в школу попасть а на 50% это работники сферы молодежной политики работники сферы образования и работники сферы культуры то есть есть у нас те кто непосредственно работают в образовательных учреждениях и у них есть возможность проводить эти самые уроки то же самое касается встреч со студентами средних учебных заведений кроме того у нас в регионе к сожалению не проводится гражданский форум или форум НКО но у нас есть форум добровольцы Ямала где мы все встречаемся он довольно многочисленный там есть так вот в этом году просто знаете как мед на душу и я просто сияла в феврале месяце когда мы поехали на этот форум делегации амбассадор знаете как у нас уже делегация была все приехали просто добровольцы из своих муниципалитетов а мы приехали делегацией во первых мы все отличались мы были все в фирменных бомберах естественно естественно как же без этого а во вторых мы там провели свою образовательную площадку у нас прекрасные отношения с нашим арктическим центром поддержки добровольчества они являлись организатором этого мероприятия и мы с коллегами им предложили они конечно тоже откажутся от такой помощи мы провели целую образовательную площадку на полдня не я проводила проводили амбассадоры я просто их представляла представляете какое-то для ресурсника ну скажем так апогей карьеры что не я сама рассказываю про это любимое всеми нами соцпроектирование а рассказывают коллеги амбассадоры а можно вот какие сложности сложности в организации партнерства амбассадоров вот есть ли что-то что мешает выстраивание этого партнерства ведь каждый ну научившийся у нас же мы же знаем у нас каждого корона на голове вырастает быстрее чем профессионализм и уже зачем с вами сотрудничать я уже сама умная вон он уже научилась НКО на портале госуслуг регистрировать зачем мне в вашем сообществе я тут сама себе главная амбассадорша ну Марина Евгеньевна вы конечно как всегда правы что у нас поэтому я давно живу на этом свете я же вам уже сказала да что у нас 20 считают себя экспертами и все подготовили для того чтобы быть на нашем сайте витрине да активно участвуют 717 да у нас есть те кто получил что хотел а скажем так не особенно участвуют наши дети но мы тоже к этому относимся нормально потому что ну не бывает так чтобы все были одинаково преданы а вот в чем трудность вот самое это для меня было сложно еще на стадии начала проекта как вот этот баланс соблюсти я все думала чтобы не наплодить конкурентов как говорится да тебе но в то же время и каким-то образом развивать систему поддержки НКО в своем регионе вот я думаю что в данном то случае сообщество оно как бы поэтому у нас ну не то что это гарантия а мы же все таки объединились с ними не только потому и у нас же нет ничего такого что прямо вот их железно держит с нами нет ничего такого ну нет ничего такого эти самые призрачные договора с добровольцами которые мы заключаем если проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов это же тоже ну Марина Евгеньевна мы же с вами взрослые люди да и давно живем на свете не это держит держит вот именно то что они могут в каком-то внутреннем своем кругу поговорить о том о чем они не могут поговорить ни с кем другим вот мы это поняли еще через месяца четыре проекта мы поняли что это важно да образовательная составляющая важно да важно что мы им помогаем осознать кто они что они инсайтов было просто тысяча потому что после общения с таким замечательным экспертом как Виктория многие из наших амбассадоров просто по-другому вообще посмотрели на свою жизнь многие реально посмотрели по-другому правильно ли я понимаю что все-таки когда мы говорим о выстраивании партнерства между ну вот внутри нашего профессионального сообщества и выстраивании вообще профессионального сообщества мы все-таки главный акцент делаем на том что людям должно быть интересно друг с другом они должны понимать зачем им взаимодействовать но это все-таки ну не некоторые иерархии пирамида когда я говорю как а вы делаете как да то есть это объединение людей которые ну каждый работает в своем поле но при этом им интересно взаимодействовать друг с другом и то что туда придут не все и часть людей уйдет К этому надо относиться спокойно. То есть не ставить себе задачу всех загнать в одну кучу и накрыть их всех одним колпаком, чтобы они именно под этим колпаком и сидели. То есть это свободное поле. Захожу, захожу, выхожу. Если мне интересно с вами, я с вами нахожусь, но при этом мы выстраиваем какие-то профессиональные отношения и какие-то профессиональные стандарты совместной работы за счет такого совместного. И не надо бояться того, что все члены сообщества не в равной мере участвуют в его деятельности. Это тоже нормально. Да, это тоже нормально. Кто-то что-то может делать, кто-то вообще очень активно и делает все. Ну, слава богу, что они есть вообще. И еще, друзья мои, скажем так, самое важное, но это я не могу сказать, что это трудность, это просто если вы решитесь делать нечто подобное, оцените ресурс свой, личный свой ресурс. Потому что создание, создать сообщество проще, чем его, скажем так, сохранить. Удержать. Удержать, да. Потому что, ну, создать, да, это же, ну, проект. А, все сюда, а, вот, ой, интересно, конечно. Вы же знаете, Маленькин. Особенно, особенно, когда из 77 участников только 7 включили камеру. Вот, 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 вот. Да, да. А вот потом-то, да. А вот потом-то, да. А вот потом-то, чтобы поддерживать этот интерес. Вы понимаете же прекрасно, что мы не живем с ними 10 месяцев в загородном лагере, да? Мы же с ними, у них своя жизнь. У нас своя жизнь. Но мне нужно каждое утро сказать им доброе утро и что-то сказать интересное, чтобы они мне ответили. Вот если есть у вас на это ресурс, друзья мои, начинайте это делать. Нет? Подождите. Погодите. Да. Спасибо, Инна. Спасибо огромное. Спасибо вот за, ну, за тонкости и нюансы. Я еще, если позволите, одну минуту украду у следующего спикера. Инна говорила о уроках для школьников и что, да, есть большая сложность входа в образовательные организации сейчас. И одна из возможностей, это вот если люди как-то причастны к работе с молодежью или к образованию, просто в качестве еще такого примера сотрудничества, мы в прошлом году в декабре на неделях гражданского общества в Архангельске делали урок про некоммерческие организации в школах, понимая, что нам туда не зайти. Мы выстроили партнерство с Министерством образования, подготовили методический урок для учителей, полную презентацию учителям вот этого урока и сделали вебинар для учителей, как вести урок про некоммерческие организации в школах. И дали им контакты некоммерческих организаций в их регионах, которых они могли сами пригласить. И тем самым, как бы, сами понимая, что нам туда не зайти, отдали разработанный нами урок учителям. И, соответственно, они потом и презентацию, и прям с пошаговым, что где говорить. Марина, можно сказать, можно сделать предложение? Да, слушаю. Это Калининград. Вы знаете, я могу посоветовать, как задружить, так скажем, с образовательными учреждениями. Дело в том, что кроме того, что я руководитель общественной организации, я еще и руководитель отделения, я такой большой организации, как Национальная родительская ассоциация, где отделение есть в каждом регионе. На Ямале непосредственно в Салихарге. И с удовольствием наши отделения работают с НКО. А они все наши отделения, да, они все сотрудничают с учреждениями образования. Вот, отлично. Вот еще один вариант партнерства, который, если вдруг нам в образовательной... Спасибо, Людмила, огромное. Ну что, я вот хочу следующему спикеру предоставить слово. И пока не вижу Наташу, надеюсь, что она здесь. Это у нас следующий спикер Наталья Широкова. Да, я здесь. Вот, Наташ, приветствую. Здравствуйте. Руководитель фандрайзингового отдела благотворительного движения «Искорка фонд». Вот, ну, Наташа, вот я смотрю, увеличивается число подключающихся, наверное, Наташ, прямо на твое выступление идут. Как удерживать доноров и, да, повышать их лояльность. Ну, как, в общем, выстраивать партнерство с теми, кто нам так сильно нужен. Да, я еще очень хочу показать презентацию, вот, если это возможно. Конечно. Нужно прямо тыкнуть в демонстрацию экрана и все должно получиться. Да, я могу. Да, и показывать. Хорошо. Сначала я расскажу. Всегда же важно, мы вообще затевали благотворительные турниры, я буду рассказывать именно о них. Благотворительные турниры, как фандрайзинговое мероприятие. Со временем, подсчитывая всю эту историю, мы поняли, что это не фандрайзинговое мероприятие. Потому что оно не окупается настолько, насколько нам бы хотелось. Я имею в виду, мы не уходим в ноль, нет. Но, например, если брать 200 тысяч привлеченных, 1050 мы, ну, как бы на организацию тратим. С учетом всех-всех-всех истории часов сотрудников, вот это вот все. Я такая говорю, ой, это вообще не фандрайзинг, это пиар. Мне говорят, но так хорошо откликаются все компании. Я вообще хочу сказать, что все начиналось в 2013 году, 2014, с боулинга. Это был первый турнир. Турнир по боулингу в день защиты детей, вот онкологических больных. Это 15 февраля, в календаре такой день. Вот, и мы как-то собрали с трудом компании. Я подхватила эту историю с турнирами и началось. Я так искала компании, писала все заново. Я к чему хочу сказать. Вот сейчас нашему турниру по боулингу 10 лет получается, не 10, 9, 8. И сюда уже идут компании охотно. То есть я не бегаю с выпученными глазами и говорю, давайте поучаствуем. У меня наоборот. Давайте вы примете участие в следующий раз. То есть есть прогресс за это время, что люди, разговаривая друг с другом, различные компании, рассказывая о наших турнирах, получается так, что люди хотят туда попасть. Это первый, как бы, такой успех. Второй момент. Мы начали развивать не только боулинг, а думать еще в различные стороны. Например, у нас таким образом появился турнир по картингу. То есть тоже человек увидел, что проводят турниры по боулингу, и как партнер пришел к нам. У него карты, и он говорит, что я проведу все на мне. Бензин, площадка, все, люди все мои. Давайте только со мной. Мы говорим, окей. Как появился турнир по картингу. Затем был благотворительный турнир по футболу. И потом караоке-турнир. Вот у нас сейчас действующих четыре турнира, и я готова показать их вам в действии. Причем мы, значит, сейчас так-так-так-так-так-так, поделиться только вот чем. Сейчас я, наверное, не так что-то делаю. Сейчас вот-вот-вот. Это мы назвали корпоративная благотворительность. Всем видно, да? Я запустила демонстрацию? Скажите мне что-нибудь. Я себя вижу. Запустила, запустила. Все нормально. А, ну ладно. Ну все, поедем. Итак, корпоративная благотворительность в пользу благотворительного движения из кракофон. Что мы? Мы, значит, рассказывали на первых слайдах о нашем фонде, сколько мы существуем. Это мы придумали историю. Вот эта презентация родилась. Знаете как? Мы придумали историю запустить, раз у нас четыре благотворительных турнира, запустить сертификат рыцарей доброты. И предлагали компаниям выкупить сразу сертификат на все четыре турнира. Мне понравилось, как сказала Марина Евгеньевна, рассказывать надо и о провалах тоже. Сертификат у нас никто не купил. Но нам почему-то все сказали, сертификат нам не нужен, но четыре раза в год мы участвовать будем в ваших благотворительных турнирах. Ну, ладно, хотя бы так. В общем, мы представляем вам боулинг. Это очень классная история, потому что каждый раз мы придумываем какую-то свою тему. То у нас ковбои и индейцы, то у нас красная дорожка и это вручение Оскара. Ну, то есть какие-то вот такие вот тематические обязательно вечеринки. От компании приходит команда, платит за это, естественно, организация, но не всегда. Бывают люди, которые готовы вложиться, организовать свою команду друзей и прийти на турнир. Были у нас случаи, когда приезжали из других городов, потому что была поддержка именно земляка, девочки из МИАСа. В Челябинск приехала команда из МИАСа, чтобы сыграть в воле. Поддержку этой девочки. Следующий картинг-турнир, он проходит у нас летом. Это всегда, ну, очень классная история, потому что это не просто погонять на картах. Мы туда включаем еще стрельбу и включаем туда третий дополнительный этап, например, катание на самокатах. То есть есть жесткая такая борьба на картингах, есть стрельба четко по целям, и есть вот выдохнуть, и они на самокатиках проезжают какую-то трассу, всем весело, все смеются. Ну, хотя бы какая-то разрядка. В этом году мы включили, думали, это будет разрядка, оказался самый сложный этап, веревочная трасса. Вот это вот между деревьями, они все ползли, члены команды, но ощущения невероятные тоже испытали. Вы сейчас смотрите, это цены, я бы сказала, двух лет назад. Конечно, у нас сейчас в картинге 20 тысяч. С команды мы собираем. И у нас еще так построено, что 15 февраля мы обычно собираем на какого-то ребенка. Картинг у нас помогает социальному такси. Ну, то есть мы хотим все-таки тематически, вот погоняли люди и помогли детям доехать до больницы. Следующая история — это благотворительный футбол, и он у нас идет в поддержку спортивного мероприятия семейного, как бы футбол-спорт, и то спорт, и мы его отдаем все средства на организацию спортивного мероприятия для семей после лечения. Тоже так же, оказалось, футбол играют почти все компании и организации города. Я даже удивилась, у любого завода есть своя спортивная команда, и чаще всего это футбол. Поэтому, но тоже во главе вот с нами вместе организации, то есть стала женская футбольная команда, чем тоже классно помогают нам, потому что женщины в этой футбольной команде все высокие и красивые. Они еще занимают посты директоров в основном, каких-нибудь небольшого, малого и среднего бизнеса. Это у них хобби такое — женский футбол. Поэтому они каждые становятся на какую-то команду, организации и ведут их до, получается, до финала игры. Это, я хочу сказать, что мы не проводим полноценный огромный турнир с кучей времени. Это мини-игры. Делим поле на четыре части, и вот они у нас играют до победителей. И есть у нас караоке. Видите, сразу мужчины сменяются на дам. Это такой женский вариант турнира. С удовольствием приходят к нам женщины, организации, и они красивые поют песни. И я говорила, что мы предлагали сертификат рыцарей доброты, все турниры на один год, но предлагали еще бонусы. Когда выкупаешь весь пакет, мы предлагали тренинг по йоге смеха, совместный творческий мастер-класс, бонусом, или выезд в компанию с анкетированием «Стопрак». Очень такая серьезная история, которую мы проводим со взрослым населением, протестировать себя по анкете, которую организовал сам врач-онколог. Написал ее. И как бы мы предлагали, например, проекту «Диагностика» помочь, писали, что это за проект, показывали, сколько средств он тратит в месяц, расписывали прям все досконально. Ну и вот предлагали заявиться. Вернусь к началу. Я люблю перескакивать с места на место. Вот в плане чего? Вернусь к началу, как мы поняли, что это лояльная история, а не фандрайзинговая. И вообще, когда я говорю, это не фандрайзинг, давайте закругляться. Мне говорят, да ты что? Компании пишут такие отзывы. Они просто счастливы, они потом становятся жертвователями. То есть так или иначе, каждый игрок вовлечен в процесс благотворительности, получая прекрасные, удивительные эмоции. Люди, вот говорю, с нами задерживаются, остаются, и компании потом помогают в чем-то другом. Уже мы обращаемся совершенно спокойно, потому что вот такое вот времяпрепровождение совместное на мероприятии, оно, конечно, дорогого стоит и выстраивает прекрасные взаимосвязи. Вот это я могу рассказать и поделиться тоже презентацией. Или вот, например, я еще могу поделиться сценарием караоке-турнира. Тоже у нас есть. Как вот вообще проводить его, с чего начать, и какие песни петь, и вообще, как это все происходит. Могу поделиться сценарием, можете проводить у себя. Это классные истории, классная штука. Вот. Могу теперь отвечать на вопросы, если они есть. А, кстати, конечно, нам хотелось расширять, а еще расширять, еще нам хотелось дико еще какие-нибудь турниры. Вот хочу сказать, что турнир по стрельбе почему-то не зашел, а еще не зашел один турнир. Мы его вот по одному разу и тот, и другой провели. Думали, так хорошо пойдет турнир переговорных технологий. Причем у нас есть в городе клуб переговорных технологий по методу Тарасова. То есть вообще. Но, как оказалось, люди боятся в таких турнирах принимать участие. Вдруг мы будем выглядеть глупо, как-то плохо будем работать в стиле переговорщиков. То есть три компании только заявились. Агентство недвижимости, потому что они, в принципе, владеют, видимо, этим навыком, и им нормально. И вот остальные просто мы туда заманили на Аркане практически. Все боятся переговоров. Хотя могли бы поучиться. Причем призы такие были довольно-таки хорошие. Вот два турнира, которые почему-то никак не получились. Спасибо. Но, наверное, здесь все-таки, если посмотреть, люди хотят отдохнуть, а вы их хотели заставить учиться на турнире, это еще и можно в глупое положение попасть. Да еще и денег хотите. Ну, то есть много чего хотите. Денег, в глупое положение можно попасть. Напрягаться надо. Можно. А можно получить обратную связь. Я сама играла в переговорные, ходила в этот клуб и училась в переговорном технологии. Очень интересненький опыт, хочу я вам сказать. Вот. И ситуации интересные придумывать же можно. Наоборот, я такая думала, ну вот я чисто не про деньги даже думала, а мы писали туда истории, которые бывают, возникают у бизнеса и НКО. И как, например, вот ты получаешь, по сути, готовый кейс такой отработанный от людей, когда директор приходит, а ему говорят, ты что, ко мне в карман залезал? Ты чего меня так много просишь? И вот как вы руливаете из этой ситуации. Вот. Реальные какие-то пытались писать истории, которые возникали у фандрайзеров, теми, у кого не просят деньги. Спасибо, кстати, за пример. Мне кажется, что это вот важно. Наташа сейчас сказала несколько вещей по поводу того, что когда нам кажется, что это может быть круто, совсем не значит, что это может быть круто для наших потенциальных партнеров или тех, кого мы хотим заманить. То, что мне нравится, совсем не значит, что понравится и всем остальным. Поэтому, конечно, когда мы строим партнерство, очень важно смотреть на их интересы в первую очередь и проверять. И уметь отказаться от того, что мы напридумывали. Потому что мы же как маньяки, мы придумывали что-то хорошее. На Аркане пойдете? Все равно заставим в переговорах участвовать. Пойдемте туда, заманили. Да-да-да. Спасибо большое. Марина, я хотела бы, знаете, поделиться вот чем. Я как написала в предыдущем чате, мы работаем с подростками и обучаем их предпринимательству. Так вот мы начинаем наш вообще курс с техники речи, с культуры речи и учим, что ни один человек не сможет быть бизнесменом, если он не умеет разговаривать и общаться. И когда дети приходят и начинают родителям рассказывать, родители тоже хотят поучаствовать вот в такой программе. Да, спасибо большое. Безусловно, вопросы коммуникации крайне важны. Давайте вернемся к теме партнерства. А вот, Наташа, я хотела спросить, вот на самом деле одна из важных вещей, которую вы говорили, что вот к нам пришли и говорят, мы все организуем, давайте сделаем турнир, мы готовы все сделать под ключ, только давайте сделаем. Вот на самом деле, как вы думаете, что сподвигает людей приходить с таким предложением? Потому что, ну я думаю, что многие из нас готовы были бы организовывать какие-то турниры, но всех пугает вот эта необходимость решать организационные вопросы. У многих из нас просто на это ресурса не хватает. Вот как заполучить этих партнеров, которые за нас половину работы сделают, а мы потом на этом турнире денег соберем? Я вообще хочу сказать, что, конечно, это вот единственные такие волшебные партнеры, которые пришли к нам сами. И боулинг, и тот же самый... Вот смотрите, сейчас расскажу. Боулинг мы берем в аренду, но берем со скидкой. Сами договариваемся, да, с площадкой. У нас была ситуация с площадкой, которая нам не понравилась, они просто такие ценные. Мы говорим, да, ребят, ну что, благотворительность, они говорят, ну и что? У вас вот такая вот сумма. И мы вообще выиграли тогда, но мы решили больше на этой площадке не просто ходим и ищем площадки дружественные, которые разделяют, как говорится, ценности. Потом то же самое, вот, например, а по футболу тут взаимодействие уже идет на уровне даже власти. То есть мы не идем к коммерческим структурам, мы идем в Министерство спорта и говорим, друзья, давайте стадион. Стадион нам предоставляют бесплатно. Службы все на стадионе работают бесплатно. То есть вот такая вот история взаимодействия с городом. И мы приглашаем туда представителей Министерства спорта. Вот сетчат, по сути, взаимодействие. И по футболу. Футбол я рассказала. И караоке-турнир – это тоже ресторан, по сути, караоке-бар, который тоже предоставляет нам безвозмездно в аренду. Мало того, мы еще договариваемся, что в баре, когда будут пить напитки, мы договариваемся о том, что 50% идет тоже в поддержку фонда. Было раньше 75%. Наступили тяжелые времена. Теперь 50%. Но тем не менее. 25% вернули обратно. Да, было 75% нам, а 25% себе. А теперь 50% на 50%. Просто искать таких вот партнеров. Их, мне кажется, много в городе. У нас очень много. А вот чем вы их заинтересовываете? Именно они разделяют ваши ценности? Или у них есть еще какая-то, ну вот, профит какой-то от того, что они вас пускают? Ну, я думаю, мы приглашаем телевидение, но они не всегда приезжают. Но мы отчаянно все время пишем везде, на всех своих социальных ресурсах. И, в принципе, в пабликах городских также стараемся написать про партнеров. Ну, это единственное, мне кажется, что мы можем предложить. Ну, и как бы заведение очень многие заинтересованы, чтобы люди к ним тоже приходили потом. Играть в боулинг, петь песни. Это тоже возможность посмотреть, оценить историю вот эту вот. Когда за тебя платят организации, ты приходишь. И, кстати, история такая вот тоже есть. Во многих организациях турнир является, наш турнир является поощрением за какую-то деятельность. Например, у нас есть птицефабрика, чебаркульская птица. Вот они по итогам работы выдвигают туда именно тех, кто хорошо трудился вот на такой вот отдых. Тоже стимул, да, для вечера дела поговорить о том, что, может, профсоюз медицинских работников у нас тоже стал великими. Их так много, оказывается. Вот, ребят, где брать команды? Оказывается, профсоюзы у крупных организаций, они с удовольствием вот такие вещи, чароделы берут и говорят, о, здорово, готовое мероприятие. Это мне тут недавно сказали. Конечно, Наташ, за 20 тысяч ты им даёшь видеоматериалы, мы иногда, ну, видеографы работают, пакет фоток классных ты даёшь, и ещё мероприятия. Конечно, почему бы и нет? За это они бы заплатили. Что же, кстати, сказать прекрасное? Очень много бы денег. Сами бы они убили бы это сделать. Конечно, на такую вот корпоративную благотворительность. Мне кажется, сейчас многие себе записали профсоюзы. Что-то мы не всегда про них. Да, кто записал профсоюзы? Профсоюзы просто. Молодцы. Вот. Отлично. Ещё один вопрос, Наташ, минутка у нас осталась. Да. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что когда они поучаствовали в турнире, получили вот эти эмоции, многие из них остаются, становятся донорами, в том числе, наверное, и частными донорами могут становиться. Как поддерживать, вы поддерживаете партнёрство с ними дальше? Вот он отыграл, чтобы он не потерялся. Вы как с ними выстраиваете отношения дальше? Да, мы стараемся брать на таких турнирах, во-первых, имейл-адреса, интересуемся, давайте вы посмотрите на нашу рассылку. Она приходит нечасто, есть возможность отписаться. Мы постоянно рассказываем про автоплатежи, то есть как можно больше даём информации о том, как можно помогать, легко, не задумываясь, ну вот автоплатёж мы обычно двигаем на таких вот мероприятиях, или рассылку, подписаться на рассылку. Вот. И я хочу сказать, что вот как, как сказать, как результат такой работы, я могу сказать, мы пригласили одну компанию, они вот так же увидели, что будет боулинг, боулинг пришли, и вот с того времени, с февраля месяца, они два раза уже пожертвовали, 200 тысяч от них пополучили, на поддержку детей. Да. Вот такая вот история. Они подписались, потому что на рассылку, на боулинге дали свой адрес, и теперь наблюдают, когда на детей мы просим деньги, они дают их. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Если вдруг есть ещё вопрос, можно поднять руку и спросить, а ещё лучше прям поаплодировать. Мне кажется, прям все зарядились, ха-ха, и вот точно все бежим в профсоюзы. Спасибо. Профсоюзы ждут наших мероприятий. Вот. Они прям жаждут нам заплатить денег, чтобы мы вместо них поработали. Ведь что такое партнёрство? Это когда кому-то что-то надо, а мы можем, а нам от них денег надо. Да. Тоже прекрасно работает. Спасибо огромное. Сценарий от дамы Марине Евгеньевне вышлю, и она разошлёт всем остальным. Всё, спасибо. Вот за сценарий отдельное спасибо, потому что не все могут накреативить, а списать мы все умеем. Отлично. Давайте. Всего доброго. Спасибо большое. И давайте двигаться дальше. И теперь у нас ещё одно выступление, и мы поговорим на тему, а как выстраивать партнёрство с регионами. Да, и я хочу передать слово Екатерине Завершининой, менеджеру по развитию НКО, благотворительного фонда «Нужна помощь». Да. Я тут, я тут, я здесь. Вижу, вижу, вижу. Всё, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья, очень рада вас видеть. Всех на самом деле. Очень рада видеть среди участников, среди спикеров определенное количество наших партнёров. Я всегда надеюсь, всегда прихожу с надеждой, что давайте после этого марафона наших партнёров станет ещё как можно больше. Я сейчас включу экранчик, поделюсь с вами презентацией, собственно говоря, по ней и пойду. Потихонечку буду рассказывать. Ну вообще, партнёрство, нужна помощь, я сейчас хвастаться буду безудержно, а потом в следующем слайде скажу, что вы должны безудержно хвастаться. Можно сказать, что партнёрство такое активное, нужна помощь с регионами, буду всегда ссылаться только на свой опыт. Началось с того, как я к ним пришла. Потому что я пришла и увидела вот этот гигантский разрыв между огромным количеством некоммерческих организаций в каталоге, да проверенных московских, и практически отсутствием региональных организаций в каталоге. Разумеется, я задала вопрос, что за фигня происходит. Там тоже очень много классных людей, организаций и партнёров, а пойдёмте туда. Ну и, собственно говоря, мы и пошли. На самом деле, я так всегда рекомендую делать всем, потому что вообще любые региональные организации, будь то некоммерческие организации, будь то какие-то муниципальные учреждения, какие-то органы власти, они все обладают, вы все обладаете определённой классной экспертизой. И любой выход куда-либо, какие угодно регионы, любое, начинается с аналитики. Вот прям обязательно нужно проанализировать, всё начинается с анализа своих ресурсов. Сесть, разделить листочек пополам и написать самое главное, в чём ваша экспертиза. Вот сейчас в вашей организации, в чём ваша беспредельная экспертиза, в чём вы самые крутые, и вы это про себя знаете. Я очень прошу не стесняться, написать всё, что возможно. Вы можете быть классными организаторами, вы можете не иметь спикеров по каким-то темам, но можете классно проводить какие-то мероприятия. Обязательно пропишите это, потому что на этом строятся точки взаимодействия, точки соприкосновения. Ну и разумеется, ровно так же через дробь мы пишем, а где наши точки роста, в чём нам нужна помощь партнёра, на каких условиях нам нужна помощь партнёра, что мы от него хотим. Посмотрели, проанализировали себя, ну и, как я всегда говорю, ну ужальцам-то поведите, пожалуйста, в сторону соседних городов, соседних регионов, и посмотрите там, изучайте регион, смотрите там всех, с кем вы пересекаетесь какими-либо интересами. Ищите того, кто вам нужен. Согласна, вот вы прописали точки роста, вот вам там по точкам роста нужен какой-то действительно совершенно определённый спикер. Почему всегда говорю, почему самая простая причина, почему надо искать в тех регионах, которые рядом с вами находятся. Ну, часовой пояс же, ребята, я не выдерживаю уже ни одного вебинара, я из Новосибирска сама. Мне очень плохо даются вебинары по московскому времени, на самом деле, потому что, как я всегда говорю, в это время я уже сплю. Вот, если вы хотите провести какой-то вебинар, ну, всегда проще для своих организовать его по вашему времени. Что важно действительно для партнёрства? У вас общие ценности и интересы, и это изучается просто сайтом и социальными сетями тех партнёров, к которым вы хотите прийти. Очень важно, чтобы ваш уровень развития, уровень развития сайта, социальных сетей, ваших каких-то взаимодействий с медиа, с муниципальными, с органами власти, с муниципальными учреждениями, он был примерно одинаков или примерно близок. Потому что, ну, во-первых, я сразу говорю, что мы с вами строим равное партнёрство, мы с вами не нянечки, чтобы развивать другую организацию, и подтягивать её под себя, конечно, нам всем хочется иметь приблизительно равных партнёров для всей этой истории. Что нужно сделать до первой встречи с партнёром? Ещё до того, как мы с вами пошли искать их контакты. Во-первых, обязательно необходимо сформулировать проект, который мы в итоге будем реализовывать, и обязательно поставить цели сотрудничества, к чему мы придём в итоге, по крайней мере, наметить эти цели. Нужно подготовить презентацию этого проекта, а с чем мы пойдём рассказывать о себе. И есть такой новый формат презентации сейчас, уж не знаю, насколько новый, я, по крайней мере, совсем недавно о нём услышала. Формат презентации в одном слайде. Если вы можете в одном слайде рассказать про ваш проект и про всё условно, что с ним будет связано, особенно, что мы получим на выходе, то это классная история, потому что вы можете буквально одним слайдом отправить и сразу рассказать о себе. Следующий пункт, он прямо мой. Будьте готовы, что 97% откажут или проигнорируют ваше письмо. Я вообще всегда говорю, что я вот как амбассадор нужна помощь, я, блин, не с навязчивость в сияруси просто, потому что я хожу и хожу и хожу в личке, добиваюсь ответа от моих потенциальных партнёрских до некоммерческих организаций. В 97% случаев я ответа не получаю. Не расстраиваюсь совершенно, потому что мы найдём ещё больше. И вот здесь обратите внимание, рассказываю прямо про свой опыт. Однажды я сделала рассылку, ну там на энное количество организаций. Старательная сотрудница. Текст рассылки у меня был где-то ну на страничку текста. Как вы думаете, какая была открываемость рассылки и читаемость, скажем так, и доходимость до меня? Да нулевая просто. Потом это называется, я психанула и сделала рассылку в два абзаца. Просто ровно с одной ссылкой, по которой надо пройти. И вот эта рассылка сработала очень хорошо. Больше чем 50% адресов, на которые она была отправлена, вернулись ко мне с ответом. Вот, поэтому точно так же, как презентация одного слайда, имейте в виду, сейчас прям сильно люди не любят читать, поэтому меньше букв, больше дел. Всегда думайте над форматами партнёрства. Что вы предлагаете для партнёров, как вы можете его поддержать. Это будет благодарность, это будет какой-то ваш спецпроект, это будет ваше совместное взаимодействие со СМИ, чтобы вы могли рассказать про это. Обязательно о той проблеме, о которой вы говорите, о которой вы занимаетесь, опирайтесь на цифры, опирайтесь на аналитические данные. Ну и, конечно, всегда мы формулируем, чего мы хотим партнёра в итоге. Что мы у него просим. Если не просим, то какое-то взаимодействие, это всё равно просьба. Чем мы с ним будем заниматься. Для поисков контактов нужно искать наших потенциальных партнёров, любые доступные нам связи. Всегда нужно спросить, прежде всего всегда говорю, а спросите у своих сотрудников, может они кого-нибудь знают вам полезного. Обязательно, обязательно кто-нибудь найдётся. Нужно определиться, кто вам нужен, с кем вы конкретно хотите разговаривать по проекту. Я максимально использую социальные сети. Я всегда хожу прямо в личке к руководителям некоммерческих организаций, переношу все наши разговоры туда. Самое простое – искать контакты через сайты компаний, через профильные сообщества в социальных сетях. Одна из наших партнёрских организаций из Краснодарского края, «Открытая среда», прямо популяризирует свои походы на любые деловые мероприятия в городе. Потому что, он говорит, таких неожиданных партнёрств, которые у меня организовались там, просто представить себе невозможно. Поэтому присматривайте что-то для себя в своём регионе, в соседнем регионе. Если у вас есть возможность что-то посетить интересное, то обязательно надо посещать. Следующий пункт кажется таким элементарным, но тем не менее, я встречала это. Не стоит общаться на «ты» при первом контакте. И обязательно в первом же сообщении изложите свою суть, о чём будем говорить. В общем, основа коммуникации – это то, что ничего не надо бояться, и всё получится. На следующем слайде я обратила ваше внимание на рекомендации по написанию письма партнёрам, это если вы пользуетесь, да, не соцсетями, а будете писать именно в почту партнёрам. Вот это то, что следует помнить, когда вы будете писать. Ну, безусловно, я поделюсь этой презентацией, и если вам это полезно, вы всегда можете использовать. Но самое главное, если вам поступил, хоть какая-то реакция поступила от вашего потенциального партнёра, отвечайте на вопросы в течение одного, максимум двух рабочих дней. Это очень важно на самом деле. Если не знаете ответа в вопрос, даём промежуточный ответ в том, что обязательно вернёмся к сотруднику и вашему собеседнику с ответом через несколько дней и возвращайтесь, пожалуйста, с этим ответом. Ничто так не снижает желание сотрудничать, чем отсутствие ответа на самом деле. Потому что я всегда говорю, ответить мне одно предложение о том, что спасибо, сейчас нет ресурса этим заниматься, спасибо, нам неинтересно. Это прекрасно. Я не обижаюсь, и никто не обидится, поверьте мне. Но пока вы мне не ответили, я не знаю, что вы отказались, и что вам не нравится то, что я предлагаю, например, вам. Поэтому я продолжаю ходить, ходить, ходить и навязываться. Но это, разумеется, не самая приятная история. Тоже, какой у нас примерно может быть план первой встречи с потенциальным нашим партнёром? Ну, необходимо рассказать о себе, рассказать об организации, презентовать ваш проект. Вот я здесь написала до 13 слайдов, и на самом деле их может быть ещё меньше. Это только презентация, чтобы только сфокусировать суть, а детали можно сообщить во время беседы. Моя частая беда и частая ошибка. Я про неё знаю, поэтому я сейчас после своего монолога обязательно сделаю паузу. Делайте паузу, дайте возможность задать вопросы. У меня будет бывает часто. Я полетела, и всё, всё, всё. Там где-то в конце меня поймали за хвост и начинают о чём-то спрашивать. Сами задавайте вопросы, чтобы выяснить все наши потенциальные интересы и договорённости. Обязательно резюмируйте вашу встречу, даже если ничего не получилось. Подготовьте письмо по итогам встречи, с итогами для возможного следующего контакта. Ну и, конечно, не забудьте благодарить партнёра, несмотря на то, что вы договорились ли, не договорились вы, но вы встретились, уже пообщались, и это хорошо. Вполне возможно, что ваше сотрудничество сложится позже. Ну, у него останется хорошее впечатление о вас. Буквально широкими мазками подчеркну о том, что необходимо прежде всего действительно искренне интересоваться тем, той деятельностью тех партнёров, к которым вы идёте. Обязательно. Это очень важно, это чувствуется. В общении, потрясающее стихотворение, и озарение работы всё начинается с любви. Поэтому наша с вами деятельность вообще вся на любви замешана, исключительно. Наши предложения должны быть интересны и уместны для партнёров, а для этого мы должны хорошо изучить то, чем они занимаются, и готовы ли они предоставлять нам, например, ту необходимую экспертизу, которая нам нужна. Держитесь подальше действительно от любителей быстро завязать взаимоотношения. То, что человек не стремится очень быстро стать вашим партнёром, это на самом деле здорово. Это значит, что он изучает тему, это значит, что он изучает вас. И как только будет, ну, когда будет готов, тогда будет готов. Потому что часто бывает такое, что быстро заключенные соглашения ведут к тому, что всё разрушается по ходу, потому что человек не готов был сотрудничать, ну, а мы действительно с вами не няньки. Обязательно всегда, вот это очень важно, всё должно быть, мы уже говорили про это сегодня неоднократно многие спикеры, всё должно быть прописано на бумаге, по возможности сформулировано с юридической основой. все наши этапы взаимодействия, все наши возможные какие-то, все наши цели, все наши обязательно сформулируйте ваши KPI взаимодействия, каким результатом мы идём, количественным и качественным. Без результатов любой наш проект, будь он долгосрочный или краткосрочный, он мёртвый. Просто мы с вами не разделим зоны ответственности, пока у нас нет каких-то результатов. Для того, чтобы вот в вашем, когда уже началось ваше партнёрское взаимодействие, здесь очень хорошо всегда работает сарафанная радио, позволяйте вашим, назову их клиентам, позволяйте вашим подопечным, вашим волонтёрам, вашим партнёрам любым продавать ваши услуги, рассказывать о них везде. Тут и перепосты хорошо работают, и просто какие-то информирования о том, что вы делаете, о том, например, о вашем каком-то партнёрском проекте, это всегда очень хорошо сработает на вашу репутацию. Ну, про защитите себя юридически, да, мы уже поговорили, это здорово. Старайтесь общаться с вашими партнёрами не только по каким-то, вот в рамках вашего проекта, да, вот в рамочках проекта мы обсудили только вопросы проекта. Нет, это тоже так не работает. У нас в России всё замешано на личных отношениях, и всегда хорошо будут работать проекты, где есть хотя бы минимальный, тёплый личный контакт. Когда я знаю человека, когда я к нему, я с ним в приятельских отношениях, и тогда я больше гораздо расположена что-то для него сделать. Так же работает и наоборот. Ну и как любой проект, всегда будьте морально готовы к тому, что он может закончиться. Может закончиться неудачно. Вы можете потерять партнёрство. Это нормальная, абсолютная история. Здесь очень важно на этапе входа в совместную работу, в совместный проект прописать, а что будет, если будет так. Как вы разойдётесь. Ну, чтобы не палками махать друг на друга и в соцсетях потом рассказывать про то, как вы не сошлись. Нет, так не стоит делать. Нужно обязательно прописать, а как вы разойдётесь, и чтобы это было благополучно. У меня осталось буквально, наверное, пять минуток. Я оставлю время, есть на вопросы какие-то будут. Хочу немножко рассказать, буквально тоже широкими мазками, как можно партнёрствовать с нужной помощью. Чем мы-то можем быть для вас полезны. Для нас это тоже очень важно, потому что для нас очень важно. Мы готовы быть... Мы сегодня много говорили про амбассадоров. Мы готовы быть вашими амбассадорами, вас, ваших организаций на федеральном уровне. Мы готовы рассказывать про вас везде и помогать вам развиваться. Будет здорово, если вы тоже будете пользоваться нашими какими-то партнёрскими взаимоотношениями. И здесь для вас работает сервис «Маршрутная карта НКО». Это как раз где можно посмотреть, а в чём ваша экспертиза, а где ваши точки роста. И ещё получить индивидуальную образовательную траекторию для своего развития. Бесплатная абсолютно история. Знаю, что очень многие региональные организации проводят свои этапы конкурса, годовых отчётов. Но наверняка есть те регионы, в которых есть проблемы с годовыми отчётами, не все организации сейчас готовы это заполнять. Для таких у нас есть конструктор годовых отчётов, который можно заполнить легко и просто, и сразу скачать, и сразу разместить хоть в соцсетях, хоть на сайте. У себя. И знаю, что есть организации, есть наши ресурсные центры, которые начинают, делают шаги, а некоторые уже очень сильно развиты, проводят школы оценки, когда мы говорим о небольшом социальном импакте, как его измерить. В нашем сервисе для НКО «Ядро» есть сервис социального воздействия, который позволяет сделать красивую, интерактивную, логическую модель проекта. То, с чего начинается оценка воздействия. Собственно, про всё это я рассказала, к тому, что мы тоже, как партнёры, готовы быть, я всегда готова быть, любой мой сотрудник готов быть вашим спикером на любом из ваших мероприятий. Всё, что вам нужно, мы готовы рассказать, ну и раз я готова приехать, да, и показать оффлайн, онлайн, пожалуйста, на пальцах расскажем про, на пальцах расскажем по нашей возможности. Ну и мне кажется, что очень важно, чтобы, вот мы буквально на белых ночах фандрайзинга говорили о том, что верификация некоммерческих организаций, и то есть то, насколько организация открытая, прозрачная, насколько она понятна для донора, для партнёра, для подопечного, это должно стать новым трендом. То, что мы с вами все и все наши какие-то партнёрские организации должны быть верифицированы любым из присутствующих, да, сейчас в стране верификаторов, у нас такая, можно назвать, большая тройка, да, ВК Добро, благо, нужна помощь, есть и другие верификаторы тоже. Это очень важно, это то, что должно быть сделано. Ну и вот здесь я предлагаю нам с вами такое партнёрство, действительно, мне бы хотелось, чтобы с вас, как с ресурсных центров региона, всё начиналось. Чтобы вы называли, подайте пример, пожалуйста, своим организациям, если вы будете нести амбассадорство, скажем так, того, чтобы быть верифицированной организацией, они на вас смотрят, они обязательно подхватят эту историю. на всякий случай мой слайд с моими контактами, мне всегда можно звонить, мне всегда можно писать в любое время, дня и ночи, я вообще почти всегда отвечаю, я имею в виду, сразу почти всегда отвечаю, а так-то я вообще на все письма отвечаю. Вот, может быть, остались какие-то вопросики, ответики. Кстати, ещё, да, ровно три минуты скажу, что до этого очень многие говорили о... Наталья классно рассказывала про турнир, да, и предложила сценарий для турнира по боулингу. Это классная партнёрская история, может быть, классная партнёрская история взаимодействия. И я бы тоже хотела вам направить, я обязательно пришлю, мы сделали гайд, инструкцию по проведению футбольного турнира с применением как раз технологий волонтёрского фандрайзинга. Я смотрела эту инструкцию, эта инструкция перепирается на любой вид спорта, просто накладывается, это не обязательно, поэтому инструкции пытаться проводить именно футбольный турнир. На это можно опираться и провести любой турнир, какой вот вам просто придёт в голову, какой будет комфортен для вас. Может быть, вы объединитесь с близлежащими регионами, проведёте свои турниры, ещё и подзаработаете на себя. Это будет здорово. Вот как-то так. Спасибо огромное. Спасибо. У нас есть ещё буквально 5 минут на вопросы, если вдруг вопросы есть или на комментарии. Сейчас посмотрю, что в чате у нас одни спасибо. Огромные и не очень огромные. И крупными буквами, и маленькими. Но если вдруг есть вопросы, пожалуйста, можно задать Екатерине вопросы. И на самом деле я думаю, что это очень важно. И когда мы говорим о партнёрстве, очень важно ещё точно понимать, что мы можем предложить друг другу и пользоваться этими возможностями. Потому что фонд «Нужна помощь» уже не первый раз выступает на наших марафонах и каждый раз говорит, обращайтесь, у нас есть для вас вот такие-таки ресурсы. То есть пользоваться ресурсами друг друга – это тоже очень большое подспорье. Особенно сейчас, когда каждый из нас не может быть мастером на все руки. Конструктор годового отчёта уже запрос есть, мы видим в чате. Если, значит, соответственно, на все ссылочки мы, конечно, обязательно кинем. Я тогда пришлю обязательно все на всю подборку наших всех возможных полезных ссылок с нашими возможностями. Давайте. Мы, соответственно, всё это отправим для того, чтобы было удобно. Знаете, ещё раз, вот буквально, поскольку у нас чуть-чуть времени есть перед следующим спикером, и я хочу сказать, что мы стараемся собирать вот как раз на нашем сайте «Сила вместе» это как базу знаний для того, чтобы можно было в одном месте брать. Потому что, правда, когда мы на марафоне в марафоне выступления идут и говорят, а вот тут есть вот это. Ты думаешь, ой, блин, я про это не знал. А тут есть вот это. Потом марафон кончился, ссылок накидали. Потом ты думаешь, куда же я их сохранил? Я не знаю, может быть, вы другие, а я так точно думаю, блин, куда я? Ведь были же ссылки. Начинаешь искать. Всё это, на это уходит время. Поэтому мы так немножко постараемся облегчить жизнь и собираем это всё на сайте «Сила вместе», как на базе знаний. Хотя бы туда можно запомнить одну ссылку и туда заходить и там искать. Хоть не в разных местах. И ещё раз напоминаю, что у нас есть карта ресурсных центров. Соответственно, и про неё напоминаю в двух ипостасях. НГО МЭП. Если вас там нету, то вы можете там зарегистрироваться как ресурсный центр и оставить все свои данные, все свои контакты. И там большая анкета, и в ней можно все ваши ресурсы перечислять. И тогда можно просто зайти, найти организацию и там эти ресурсы увидеть. Второе, что вы можете, вы можете ставить там свои события и, соответственно, люди будут их видеть или эти события будут попадать в рассылку и вы будете, все, кто на карте, все это увидят. Третье, вы можете сами искать там информацию. Но я хочу напомнить очень важную вещь. если вы там размещены на этой карте, не забывайте хотя бы раз в год обновлять информацию. Ну, потому что у вас новые ресурсы появляются, а анкета старая висит. Люди говорят, ой, что-то нам нужна помощь, там что-то она обещала, сказала, у них есть. Это я просто как пример. Это я не вот. Просто, ну уж раз Екатерина выступала, я же должна на кого-то по пальцам тыкнуть. Вот. Значит, а раз она, на NgoMap нет ничего про эти ресурсы. Поэтому просто заходите, обновляйтесь для того, чтобы там всегда была актуальная информация. Да, вот NgoMap ссылочка стоит на, уже в чате. Вот. А я предлагаю всем поаплодировать Екатерине за эмоциональное, энергичное, да, и короткое выступление. Вот. Да. И у нас следующий выступающий, следующий спикер, я точно знаю, что она где-то здесь и даже сейчас включит. О, включит камеру. Значит, и, ну мы про, значит, выступление с очень, на мой взгляд, интригующим, да, заголовком. Кто они, наши стейкхолдеры? И что к ним нам нежно надо относиться, да? Вот. Инга Моисеева, генеральный директор Anno Development Group. Инга, с огромным удовольствием передаю микрофон. Да, всем добрый день и добрый вечер. Знаю, что все... Как очень далеко от экрана сидишь, тебя плохо видно, ты какая-то мелкая. Так я еще сейчас включу презентацию и, возможно, отключу видео, потому что, коллеги, не поверите, я подключилась послушать Наташу Широкову, как истинный фанат, это у меня погас рабочий интернет, причем это проблема на стороне провайдера, никакие провода не помогли, я на мобильной точке, возможно, придется на какое-то время видео отключить, чтобы вам было видно презентацию. Интрига создалась с продюсером этого марафона, мы просто обсуждали вообще, что еще не обсуждено про стейкхолдеров, и что вы еще не успеете обсудить вот до момента, когда я подключусь, поработав еще с коллегами из Новосибирска до этого, и я как-то ляпнула такую фразу, как говорится, ляпай так ляпай уверенно, вот в общем, ляпнула уверенно, это взяли в название, пришлось соответствовать, поэтому про что я сегодня, собственно, про ту самую нежность, но я, простите, меня буду вас просить со мной быть вместе в этом, потому что мне важно понять и как вы на это смотрите, вот нежность, у вас с какими словами ассоциируется, могу вас попросить в чатике накидать вариант, пожалуйста, нежность, вот просто первая ассоциация, бережность, любовь, ага, точность и соблюдение, обязательность, какая нежность, уверенно, милота, забота, доверие, внимание, бережность, стабильность, безопасность, уважение, да, все, правда, чат GPT нам тоже про это говорит, я как нынче модно обратилась к нему с этим же вопросом, думаю, ну что он нам скажет, и он мне выдал такой результат, я буду подглядывать, у меня тут чпаргалка есть, люди могут ассоциировать нежность с такими словами, как любовь, уход, тепло, нежность, ласка, мягкость, забота, доверие, комфорт, на слове комфорт меня подорвало, потому что это в целом мое слово, я за комфорт в жизни, в работе, в общении и во всем, и в общем-то, когда я сегодня буду говорить про нежность к стейкхолдерам, это вот про нежность, которая дает ощущение комфорта, когда ничто не то, что не бесит, а даже не намекает на раздражение в этом взаимодействии с этими прекрасными людьми, но и заодно у чата GPT я еще раз попросила уточнить, не появилось ли хорошего русского перевода слова стейкхолдер, потому что нынче это ругательно, в 25-м году практически будет запрещено так выражаться, но пока можно, и напоминаю, что это с одной стороны те, кто в нас заинтересованы в той или иной мере с позитивом или с негативом, а также это те, кто на нас и на нашу деятельность может влиять тоже и с позитивом, и с негативом. Вот в этом контексте мы с вами сегодня и будем говорить. Сейчас я вам никакую Америку не открою, показав абсолютно стандартную нашу с вами среднестатистическую карту стейкхолдеров, где есть, ну, пожалуй, самые крупные игроки, доноров я не стала делить там на корпоративных, частных, я думаю, что это все понятно. Там доли, они тоже условно, это скорее те сегменты, которые присутствуют у нас с вами в жизни. Про это, я надеюсь, сегодня было. Если не было, Марина Евгеньевна, то точно подскажет, в какой части силы вместе это найти. 100% это уже имеется вот в той самой ресурсной копилке, про которую она только что говорила. Но про что я? Я про то, чтобы добавить индекс комфорта. Это не научная абсолютно история, это, так сказать, моя интерпретация, вольная вот того, про что я начала говорить, говоря про стейхолдерам нежно. Тоже попрошу вас сейчас со мной про это поговорить. Что у вас при слове комфорт? Что первое для вас является определяющим, что вам комфортно или некомфортно во взаимодействии? Пока вы пишете, отвечу Марии. Мария, госорганы у нас могут быть пятым номером, в общем-то, могут быть в качестве донора, могут быть в качестве благополучателей. Для меня они здесь были в донорах, но это, повторюсь, больше шаблон, нежели чем обязательное. Можем добавить. Итак, комфорт во взаимодействии, удобство, доверие, желание вместе развиваться, стабильность. Ух ты! Класс! Мы сейчас прям соберем такую картинку, чатик же тоже сохраняется, да, потом текстовый. Мы же потом его сможем выгрузить. Отлично. Ага, приятное, приятное общение, да, я так понимаю, вызывающее ощущение того, что это было приятно. Можно докидывать, потому что это правда хорошая версия, я вас томить не буду и на одном языке, Екатерина, согласна. Вы прям угадали то, что будет в моем списке. Поделюсь с вами своим списком. Собственно, не буду его зачитывать, я уверена, что вы видите экран. Это про в целом взаимную выгоду и в целом про взаимность. вот этот твин-вин, тот самый правильный и честный. Не когда мы делаем вид, что у партнера тоже все хорошо, но на самом деле себе пытаемся как-нибудь что-нибудь побольше и получше урвать. Помните, как в свадьбе в Малиновке делили одежду это тебе, это снова тебе, это опять тебе. Вот не такой вин-вин, а настоящий. Безопасность во всех смыслах, от психологического до физического, да, и в том числе юридического, о котором Екатерина говорила, потому что это сейчас правда вообще один из камней преткновения, и напомню вам, наверное, самый громкий, небезопасный кейс и случай, когда с доброй шрифтом, помните, да, что произошло, когда выяснилось, что авторские права не разграничены, и в общем-то покатилась по закоулочкам вот эта вот вся история, которая подпортила, ну, абсолютно красивую и классную компанию фандрайзинговую. Это схожие этические принципы, то есть тогда, когда мы понимаем, что если честность, она вот такая там, либо полностью радикальная, либо хотя бы не вредящая, да, взаимным принципам, там, ну, без лжи во благо, как это бывает с детьми, потому что вроде как, когда мы партнеры, мы уже не дети. Это ответственность, да, и то, как мы ее одинаково понимаем. Это история со схожими и удобными подходами к работе, ну, вот как раз уже про соблюдение договоренности тоже было, и для меня это еще про дисциплину, включая пунктуальность, да, и если человек, не знаю, каждый раз приходит на встречу через 15 минут, приходит не готовый и не сделав то, о чем мы договорились сделать ко встрече и так дальше, и еще люди максимально открытые в коммуникации, что я под этим подразумеваю, когда можно сказать, вот прям, как есть написать там в рабочий чат и сказать, ребят, мы, слушайте, тут накосячили, у нас вот такое предложение по тому, как этот косяк исправить, и если коммуникация открыта в обе страны, тебе скажут, окей, нам вариант подходит, давайте так, или, а может быть, сделаем вот так, и вы эту проблему решаете, не замалчивая, не пытаясь ее как-то запрятать под ковер, откуда она будет все равно очень таким горбом большим торчать, да, и в конечном итоге вас это точно рассоединит от нормальных и здоровых взаимоотношений. Ну и у нас в целом один язык коммуникации, про что я говорю, это про то, что, ну, если мы не материмся, не материмся в обе стороны, если мы используем англицизмы, то это не доходит до абсурда, когда, знаете, иногда бывает с кем-нибудь, с коллег из бизнеса общаешься и пытается, возникает какой-то такой диалог, сейчас воспроизведу на память, нам нужно заилайниться ASAP, потому что дедлайн, половина слов, там, когда ты первый раз в такой диалог попадаешь, думаешь, мы на каком, простите, языке, в каком языковом поле, и это вызывает дискомфорт, да, вы помните, я говорила про комфорт изначально, и когда мы в целом синхронизированы по ритму и среде коммуникации, здесь про что, есть партнеры, которых, там, их руководители вынуждают в 11 ночи получить немедленно в воскресенье ответ на свой вопрос, там вообще ничего не горит, никаких по-настоящему значимых и важных вещей, которые бы действительно говорили о том, что вот это то самое время и место, чтобы это уточнять, нет, ну вот просто у них там планерка, ну вот в частную очередь руководители любят проводить планерки, так они работают, да, и если мы с ними договорились, что мы в воскресенье на такие вещи не реагируем, вот вопрос, да, восприятие, либо некомфортного партнерства. Среда коммуникации, это про что? Это вот как раз, чтобы не терялись ссылки и вообще ничего не терялось, все, что зафиксировано, да, что у нас есть либо почта, либо телеграм, а не все каналы одновременно сразу еще иногда позвонить, когда потом вообще никогда и ничего не найдешь, о чем договорились, к чему пришли, какие следующие задачки в совместном проекте стоят. Вот скажите, насколько вам такое откликается, не откликается, и может быть нужно еще что добавить в этот индекс комфорта, потому что дальше с ним пойдем в следующую мою мысль. То есть помимо того, что вы добавили, это классные вещи, особенно там вот про стабильность, мне нравится, хотя я в нее в последнее время мало верю, ну что ж, поделать. Что еще насчет комфорта, коллеги? Боюсь вас утомить, двигаюсь дальше. Тогда если мы этот индекс будем раскладывать на нашу вот эту умозрительную карту стейкхолдеров, куда мы госорганы понимаем, что добавили куда-то пятым элементом, и если мы будем смотреть на свой комфорт и на комфорт стейкхолдера, вот на прям минутку, вспомните своих всех. Всех бы ли вы поставили в одну прекрасную зону, где все комфорты сходятся, или есть люди, которые вот на разных местах вот этой системы координат окажутся? Как думаете? Как у вас? Мне просто интересно. У меня вот точно не все в этой одной прекрасной зоне идеалистической такой мечты. Ответьте что-нибудь, а то я уже смущаюсь. Меня слышно ли? Все разные. Слышно-слышно. Да, Мария, спасибо большое. Все думают. Тоже по-разному. Но это действительно по-разному. Больше того, я скажу, что один и тот же партнер может перемещаться из идеальных вообще те, кого в черный список надо внести. И благо наоборот, у меня даже и такие прецеденты были, что отрадно, что люди из относительно там, ну не черного списка, но вот ближе к этой зоне, да, вот к этому левому нижнему углу перемещались в очень-очень хорошую, комфортную историю. Зависит от людей, зависит от внутреннего, внешнего контекста и внутри, и снаружи. И вот, Ирина, вижу вопрос про когда все это обговаривать и как все учесть. Можно запаркую пока под конец, потому что, ну, однозначного ответа нет, а поразмышлять буду готова в конце. Марин, попрошу тебя, если что, меня пнуть и напомнить с этим, ладно? Друг пропущу и не отвечу, будет обидно. Собственно, к чему я это веду? Вот если мы с вами представили, что группу каждого типа наших стейкхолдеров мы распределили вот по этим зонам, да, у нас окажутся скорее всего три средних сценария, с которыми мы с вами сталкиваемся. Это когда в нас заинтересованы больше, чем мы в ком-то и в чем-то. Когда мы заинтересованы больше, а в нас не так, чтобы очень. Ну и идеальная ситуация, когда есть равная степень интереса друг в друге, и тогда это, конечно же, про комфорт. Тут хочется вспомнить песню про «мы выбираем, нас выбирают», да, дальше слова. Помните про все эти несовпадения и как с ними действовать? Ну, для меня это не однозначно, конечно, что вот этих отбросить, за этими не бегать, да, и вот жить только с прекрасными людьми, которые на равных. Повторюсь, с течением времени это меняется. Тут даже не про к счастью и к сожалению, а просто так есть, да, это вот такая жизнь, когда меняются приоритеты, изменяются задачи, и получиться можно по-разному. Мне кажется, здесь отлично работает правило, которое есть в нетворкинге. Цитату приписывают Роберту Киосаки, знаменитому инвестору, и он говорил следующее, буквально сейчас зачитаю. Оказывается, все в жизни просто, в жизни нужно иметь рядом три вида людей, которые тебя вдохновляют, но это чаще всего те, за которыми мы бегаем, которые будут за тебя радоваться, но для меня это про равных, и которые будут тебе признательны. Это, как правило, те, кто в нас заинтересованы. И вопрос, что мы не можем с вами одинаково выстраивать отношения с каждой из этой группы людей. И вопрос, где-то ограница той нежности, которую вы можете проявить по отношению ко всем, и особенно к тем, в ком, возможно, вы заинтересованы меньше, чем они в вас. Тут ответы у вас есть, я готова порассуждать вместе с вами, но в целом это про знание и понимание того, комфортно или некомфортно тебе в этих отношениях, и что ты готов сделать, чтобы эти отношения продолжать или как их возможно и когда прекратить. У меня у самой в жизни был один яркий очень пример, когда меня учили прямо искусно притворяться в коммуникации, делать вид, что тебе комфортно и хорошо и вообще твой интерес столь велик к партнеру, что я поняла, что это меня просто, ну, не просто коробит, а даже где-то разрушает изнутри, да, где-то уже наступает на мои личные принципы. Ну, и я тогда выбрала для себя этого не делать, и пока это работает. Честность и искренность, когда можно сказать, что, ребят, что-то фигня какая-то, и у нас ничего не получается, давайте расходиться, и сказать это коллегам из крупного бренда, и разойтись, не поссорившись, но при этом и не делая вид, что все было прекрасно, и мы просто больше не хотим, нет, правда пока еще ни разу не подводил, хотя это требует отдельных и сил и ресурсов, и частенько бывает неприятно даже самому себе признаваться в тех же собственных косяках, которые, конечно же, случаются, как и в любой работе, в любом партнерском проекте, они бывают, и за какие-то косяки, например, ты вынужден платить деньгами, ну, неся в буквальном смысле прямые расходы, но если ты вот опять же не пытаешься его скрыть, закинуть под ковер и делать вид, что ты вообще весь такой идеальный, как в запрещенной социальной сети принято, то это разрушает ваши партнерские отношения еще быстрее, вот таков мой опыт, и им хотела поделиться с вами, поэтому в первую очередь призываю вас быть нежными к себе самим, помнить про себя, про свой ресурс и про то, что нежность другим, в том числе стейкхолдерам, вы можете подарить, когда вы сами к этому готовы и в силе. Вот у меня все. Это у меня микрофон не включался никак, я заслушалась и не могу найти кнопку, где надо нажать. Коллеги, вопросы? Спасибо за позитив. А вопросы где? Ну вот был вопрос у Ирины, давайте тогда пока вернусь к вопросу Ирины, возможно, мы дальше спровоцируем это. Но повторюсь, у меня нет однозначного ответа, когда все это обговаривать и как это учесть. это про отношения. Наверняка кого-нибудь уже из сегодняшних своих коллег процитирую, сказав, что дает не организация организация, а человек человеку, любой ресурс. И это отношения с человеком. Не успела выйти, собственно, уже устала. Елена с нами разговаривает или не с нами? Нет, наверное, сама с собой. Можем ее? Все. Ага, спасибо. И вопрос, что это даже, наверное, не сразу прообговаривать. Я слабо себе представляю, если я к кому-нибудь из вас, с кем ни разу даже не виделась, приду и скажу, вот Наталья, простите, у меня в центре экрана, я поэтому к вам обращусь, там Наталья, а давайте друг к другу нежно. Для меня это, значит, и список своих требований. Мне кажется, Наталья меня пошлет и, в общем-то, будет права. Потому что, если ко мне кто-то подойдет и скажет, значит, это так. Это про постепенность и про разумность и про то, что если вы в целом понимаете, что партнерство начинается, можно потихоньку, кроме деловых вопросов, ну, когда вы договорили, начинаем тут, заканчиваем тут, действуем вот так, отчитываемся друг к другу вот так, взаимно там обмениваемся коммуникациями, постами, репостами вот таким-то образом. А, кстати, как вы смотрите на то, чтобы канал и коммуникацию порядочить, как вы смотрите на то, если у нас не будет в коммуникации голосовых сообщений с целью информационной безопасности, и психологической тоже. Да, если что, имейте в виду, пожалуйста, что написать нам можно в любое время, даже ночью, но обратите внимание, что когда мы спим и когда мы заняты с бук, мы выключаем и немедленно не ответим. Но как только увидим ваш сигнал, отреагируем немедленно. В случае суперсрочных вещей, пожалуйста, прям пишите большими буквами в таком-то мессенджере слово «срочно», чтобы в пуше, в этих сообщениях вылетающих, это отобразилось, и мы поняли, что что-то горит, надо куда-то бежать, надо от чего-то прерваться, если это возможно. А что запасной контакт, если что, вот такой-то. А вы знаете, у меня там, не знаю, в пятницу будет отпуск, можно ли я не приду на нашу встречу, можно ли мы ее регулярную перенести? А хотите, мы вам вместо вашей странной и запрещенной всем там ссылки на неудобный телемост, дадим ссылку на Zoom и будем использовать наш Zoom в нашей с вами коммуникации, потому что у нас он платный, там нет ограничения в 40 минут. Это вот через такие мелочи постепенно приходит. Возможно, мы когда-то придем, потому что такой кодекс этики является приложением номер один к договору такому-то, но пока я этого не вижу. Мне кажется, что это не всегда зона формализации, а все-таки зона именно человеческого общения. Напомню, что нежность это не бизнес-язык, но мне кажется, без нежности просто автоматизированная прекрасная технология может убить всю душу в нашей работе. Я не знаю, видели или нет, по-моему, в причине чате буквально на днях обсуждали, что когда, я обобщу в своей интерпретации, скажу, мы все научились сделать маркетинг. Ну вот прям так достаточно профессионально где-то с помощью провайдеров, и многих это стало раздражать, потому что ушла искренность, а появилась технология, когда есть воронка, лид, точка касания, сервис-система и так дальше. И вот за этим у кого-то правда потерялась нежность и душа, и люди отписываются друг от друга и так дальше. Может быть, сохраняют рекуррент, но больше не читают рассылку. Ну и таких случаев много, так что тут такой момент для обсуждения. Марьяна, а что делать, если с тобой не нежно? Марьяна, хочется сказать убивать, но это сейчас будет призыв к противоправным действиям. Но началось. После выходных это нельзя, да, но это первая эмоциональная реакция. так реагировать тоже не нужно. Внутренне про себя сказали убивать, остановились, проанализировали, почему мы так хотели сказать, а потом выясняется. Чаще всего нам не нравится то, что мы делаем сами. Так же, на самом деле. Нам, нас больше всего бесит то, что нас зеркалит. Это не популярная психология, это просто из опыта. Вижу много кивающих людей, да, поэтому, если хочется убивать, иди к зеркалу и смотри, что там надо убить в самом себе и где, что пошло не так. Был ли ты тем человеком, который эту ненежность спровоцировал, увы, но чаще всего главный ответственный за ненежность это человек в зеркале. Как бывает, когда это не так? У меня недавно был случай без именной брендов, просто расскажу, у нас партнер нам решил, ну, я по-простому выкрутить руки и сказал, что у нас было неправильно в сентябре, составлено, пришел он к нам с этим в феврале, надо все акты переделать, потому что там что-то не так. Я, конечно, допустила, что мы могли накосячить, как все живые люди. Мы провели целое внутреннее расследование, выяснили, что у нас все хорошо и поняли, что партнер на той стороне не учел некий переносы денег из одного периода в другой и в итоге, судя по всему, не закрылся нормально, когда сводил годовой баланс. несколько кругов истерики было со стороны коллег без обоснований, потому что мы просили юридически обосновать, что не так. Но как бы если там у вас где-то кто-то на аутсорсе бухгалтерии накосячил, окей, мы готовы были пойти навстречу, чтобы сделать удобно всем странам. Нам предлагали вариант, который нас не устраивал, но который нас бы ментально подставлял, и мы бы оказались в дураках, но в общем-то создали бы себе ситуацию, когда в течение трех лет к нам по суду могли прийти и еще деньги забрать. Мы решили, что нам это как-то не очень нравится, и в итоге партнерство вот так вот как будто проснулось. Мы в целом заняли позицию максимально этичную, в паблике никуда это не вынесли, нигде не стали про это громко рассказывать, поговорили там с курирующей организацией вот этих владельцев средств. Ответы тоже не получили, кстати, никакой обратной связи, но решили, что если уже июнь на дворе, документы опять же были в сентябре закрыты, к нам уже с февраля больше никто не приходил, считаем себя вправе считать, что все закончилось и хорошо. При этом я по-человечески очень понимаю руководителя той организации, который, конечно же, защищал своих сотрудников. И, конечно же, человек вставал на позицию того, что его сотрудники правы, а мы не правы. на попытку диалога, что я в целом бы поступила так же и убивала бы, если что, потом внутри и не видно, но в целом как-то ситуация не выглядит, что мы не правы, никакой обратной связи не получилось. При этом мы недавно пересекались на каком-то стороннем мероприятии, по-моему, даже вот на РШГМ у Марина Евгеньевна в Москве, которую проводила. И это была вполне себе такая хорошая коммуникация. Все друг другу улыбаются, никто ни слова не говорит об этой ситуации. Но для меня это такой стоп в отношениях, но который не исключает того, что отношения возможно вернутся, изменится контекст, изменится ситуация. Люди работу могут поменять, причем все с обеих сторон. Все может случиться. Но вот ситуация такая, ненежная была с потерей, небольшого, но все-таки контракта для нас значимого и важного. Вот такая история. Не знаю, Марьяна, удалось ли мне намекнуть на то, что в том числе можно делать, если с тобой ненежно. Спасибо. Я думаю, что да, намек понят. Многие закивали. И решения могут быть разными. В какой-то момент, если вы в позиции того, кто заинтересован больше, но я не знаю, если бы этот контракт стоил половину административного бюджета моей организации, возможно, я бы повела себя по-другому. Да, да, да. Ну и в этом отношении опять же у каждого вот этот граница терпежут. Надо тоже все время понимать, что резинка, ее можно натягивать, конечно, но когда-нибудь она лопнет. И поэтому, если с тобой всегда ненежно, то тогда надо думать, как выходить из этих отношений. И то же самое думать про себя. Если мы сами себя ведем очень часто ненежно, особенно тогда, когда люди от нас в какой-то степени зависящие, то тогда нужно быть готовыми, что и нам прилетит со всей силы. Это точно. Спасибо. Спасибо огромное. Ну и я хочу в дополнение к тому, что говорила Инга, сказать, что в сегодняшних ситуациях вот в последнее время уровень чувствительности людей очень сильно повысился. И то, что раньше было бы ну как бы не замечено, то сейчас может сильно ранить. Вот раньше как бы мы в каких-то вещах ведя себя в том числе и в отношениях с партнерами могли себе какие-то вещи позволить или по отношению к себе тоже пропускали. Ну по принципу, да, то сейчас кожа у всех стала такой тонкой, что ранит иногда даже такие очень казалось бы ранее нормальные вещи. Поэтому будьте нежнее. Спасибо огромное. Аплодисменты Инге за очень, на мой взгляд, важную тему и такой немножко не с той стороны взгляд на отношения партнер с партнерами. А я сейчас хочу передать слово еще одному спикеру Анне Морозовой, эксперту по развитию, по организационному развитию и основателю эксперт хаба без сахара, которая хочет поговорить с нами о возможностях ресурсных центров. Пожалуйста, Анна. Не вижу Анну. Мы тут на пять минут раньше, может быть, она у нас еще не подключилась. Будем нежными, подождем. На самом деле, пока мы ждем Анну хотела сказать, с точки зрения информационной, хотела сказать, что мы очень скоро объявим о наборе на учебный курс территории роста для ресурсных центров. Как раз Анна будет говорить про организационное развитие. Этот учебный курс направлен на руководителей ресурсных центров и ориентирован на повышение компетенций именно руководителя ресурсного центра и вообще на помощь в организационном развитии участников этого проекта. Это будет не очень простой проект с точки зрения того, что мы целый год будем висеть у вас на хвосте, на шее, на голове и, в общем, всячески вас преследовать с точки зрения того, чтобы вы, если вы зайдете в этот проект, чтобы вы максимально взяли из него все, что мы захотим вам дать. Мест у нас не очень много, количество мест будет сильно ограничено, но, честно, обещаем интересную учебу и мы опробовали уже этот курс на Архангельской области, учили там просто руководителей некоммерческих организаций и очень хорошая динамика в развитии наших участников тренинга. Правда, один из них, заканчивая тренинг, сказал, что какое счастье, я больше не буду вас видеть. Ну, правда, через какое-то время сказал, я соскучился и пришел обратно, вот, но, значит, первый отзыв был, что ура, все это закончилось и гарант от меня наконец отстанет. Вот, поэтому, ну, мы так готовы к тому, что вы нас некоторые участники тренинга некоторое время нас не будут любить, но надеемся, что это все-таки пойдет на пользу. Подробно, конечно, напишем и условия участия, и требования к участникам. Вот, заранее просим извинений, если сможем взять не всех желающих, ну, просто потому что, сами понимаете, ресурсы любого проекта и тренера, который будет работать, там очень много индивидуальной работы ограничены. Вот, значит, еще раз пытаюсь найти Марина, а можно задать вот такой вопрос, он вот меня очень интересует. Смотрите, я как общественная организация, но пройдя уже третий год вот такое обучение подростков предпринимательской деятельности, мы хотим открыть вот такой ресурсный центр именно для вот этого направления. Могу я вот открыть такой центр, ну, как бы отдельно или на базе НКО, вот это вот мне ну, пока еще вот никак непонятно. Людмила, я вам предлагаю, пока у нас проект «Сила вместе» не кончился, на нашем сайте записаться на консультацию, и мы с вами это индивидуально проговорим, вот, конечно, это будет специализированный ресурсный центр, открыть вы его можете на базе своей организации, но если вам нужно поподробнее, то на сайте ngogarant.ru есть кнопка «Записаться на консультацию», тему выбирайте работа ресурсного центра, и кратко вот ваш вопрос напишите, и мы с вами индивидуально поговорим. Хорошо, спасибо большое, Марина, спасибо, все, спасибо, извините. ничего, это прямо мы для этого и собираемся, если вдруг, да, у кого-то еще есть вопросы по работе ресурсных центров, помните, что у вас у всех есть такая возможность, консультация, как всегда, бесплатная, возможность, потому что, да, знаете, у нас, вот, мы приобрели большой опыт, вот, третий год, и мы тут просматриваем. Спасибо большое, спасибо, спасибо, извините. Отлично, мне вот уже поступила информация, что Аня здесь, и поэтому еще раз представляю, Анна Морозова, эксперт по организационному развитию, основатель, эксперт хаба без сахара, и сейчас микрофон перемещается к Ане, вот, я очень жду, и что-то я на экране не вижу. А я тут, здравствуйте. Аня, вижу уже, ура, да, мы вас потеряли, мы тут чуть-чуть раньше закончили, и вас потеряли, честно заполнила пара. А я честность, жду времени. Да, правильно, все, да, все вовремя, главное, у меня было время на объявление. Вот, передаю микрофон, Аня, вам слово. Здравствуйте, коллеги, очень рада вас всех видеть, кого-то видеть прямо в портретах, кого-то видеть по именам, и спасибо большое за такую возможность рассказать о моем проекте, о том, что я делаю, потому что, потому что я тут выяснила неожиданное и вполне себе ожидаемое про нас, про всех очень мало, кто знает. Мы вроде как все время на каждом, кажется нам, что мы на каждом углу о себе кричим, сообщаем, уже все мы уши намозолили и сил уже нет повторяться, а потом вдруг раз и встречаешь человека, который говорит, а вы кто, извините? Самое смешное, что приходит на консультации и первый задает вопрос, а вы кто, извините? Ну ладно, это я о больном. Значит, кто я? Я вам быстренько расскажу, кто я, чтобы вы понимали, откуда вообще вся эта история. Я с 2004 года работаю в некоммерческом секторе, и так получилось, что с самого начала работаю руководителем. Вам, наверное, это не странно слышать, очень многие так и начинали, да, мы создаем свою организацию и мы в ней руководители, уборщица и менеджер по проектам и фандрайзер и все на свете. Но так или иначе, вот первая моя должность в некоммерческом секторе была директором, и с тех пор я работала в нескольких организациях, на самом деле не в большом таком списке, я подолгу работала, но думаю, что вы знаете более или менее их все. Это сначала проект «Отказники», а потом фонд «Волонтеров помощи детям-сиротам», затем это фонд «Дети наши», после этого я создавала и была первым директором фонда «Нужна помощь», и последнее мое рабочее место с трудовой книжкой это фонд «Развитие Политехнического музея», который сейчас называется Господи, простите, нет, он не так называется, но у меня вылетело название новое. «Будущее время», вот, он называется сейчас «Будущее время», очень хорошее название на самом деле, почему-то меня заклинило немножечко. Я всю жизнь занимаюсь именно оргразвитием, именно административной, если можно так сказать, деятельностью. Программные сотрудники меня всегда восхищали, и мне кажется, что это вообще большая часть важная в некоммерческом секторе, но поскольку меня не бесят таблички, документы и все, что с этим связано, то на меня всегда эту работу и вешали. Так вот я в этом и осталась. И поэтому, когда я решила, что мне уже, ну, можно сказать, так тесно в рамках одной организации, и я решила делать свой проект, который поддерживает разные организации, то, естественно, он про оргразвитие, про административную деятельность, все, что мы называем так или иначе административной частью. Я, если можно, вам расшарю экран для того, чтобы с одной стороны показывать сразу проект, а во-вторых, у меня будут подсказки. Собственно, Эксперт Хаб без сахара это проект, который объединяет руководителей некоммерческих организаций. Под руководителями некоммерческих организаций я понимаю не только директоров, а руководители направлений, руководители программ, проектов, в общем, всех тех, у кого так или иначе встречаются в работе управленческие менеджерские функции, когда нужно собрать команду, когда нужно распределить обязанности, когда нужно посчитать бюджет и так далее. Почему я выбрала работать с руководителями? Потому что я считаю, что все начинается, как раз, у рыбы все начинается с головы. Принято говорить, что рыба гниет с головы, но на самом деле и хорошая у нее тоже с головы. Поэтому если вложиться ресурсами в руководителя, то и у организации все будет отлично, и в целом в нашем некоммерческом секторе все будет замечательно. Вот такой у меня план. что у руководителя с точки зрения именно организационной должно быть под контролем. Прежде всего это стратегия, представление о том, куда мы двигаемся, каким путем и вообще зачем все это наше деятельность. Процессы, то, как мы двигаемся, по какому пути. Если стратегия это точка на карте, то процессы это сам путь проложенный так или иначе. Финансы. Моя самая любимая тема, простите, я вам потом еще про нее чуть-чуть скажу, это очень важно и нужно, и мне кажется, это важно, то, что должен контролировать руководитель обязательно. Работа с командой. Ну, тут я не буду вам открывать большие тайны, работа с командой это 80% работы руководителя. А также документы, коммуникации и еще две вещи важных, про которые мы, к сожалению, всегда забываем. Это вот наш пресловутый work-life balance, когда не перевешивает работа, наши хобби, интересы, семью и так далее. И собственное развитие. Руководитель не может вырастить команду, если он сам застрял в какой-то точке и не развивается, не двигается. И вот по всем этим направлениям я стараюсь помогать руководить. Что у нас сейчас есть и чем мы можем собственно помочь? Это прежде всего практическая база знаний, это база, в которой списочком, табличкой собраны различные материалы, памятки, чек-листы, полезные видео и так далее. Мы эту базу постоянно пополняем. И самый простой способ туда входа это мой канал в Телеграме, который называется Без Сахара. И там я он авторский, то есть он скорее про мое восприятие чего-то происходящего. Там редко бывает прям чек-лист, чек-лист, делай так, делай сяк и все у тебя будет, счастье у тебя будет. Там скорее мой анализ и мое понимание того, как должно быть и обсуждение с вами, с подписчиками каких-то сложных моментов. Сообщество единомышленников. Ну, собственно, это я очень стараюсь, я очень стараюсь объединять руководителей НКО, до которых всех, до кого могу дотянуться в разные кучки. Я бы так сказала. У нас есть встречи для руководителей НКО, и сейчас они пока в Москве происходят, но я надеюсь, как только я приезжаю в какой-нибудь город, я ее там тоже организую, но, к сожалению, это пока не регулярно, но мы очень надеемся в ближайшее время запустить онлайн встречи, похожие на наши встречи в четверги, чтобы у региональных руководителей тоже была такая возможность пообщаться, поделиться опытом и обсудить наболевшие вопросы. У меня есть часть, без которой никуда не деться, это консультирование, я называю это сопровождение до результата, потому что мы всегда с организации, с директором, с руководителем определяем конкретную задачу, куда мы хотим прийти, какую проблему мы хотим решить и вместе решаем ее. Там есть разные форматы от менторства, это просто еженедельные или раз в две недели встречи с обсуждением конкретных вопросов, до больших проектов по сопровождению, например, по внедрению управленческого учета или по подготовке и проведению стратегических сессий и так далее. И большой блок работы, который, мне кажется, очень важный, это аутсорс, это сейчас скажу, есть у нас какие-то задачи, которые мы не можем никаким образом никому отдать. Нам все равно нужно работать с командой, даже если мы такая большая организация, что у нас есть HR-директор, например, нам все равно нужно понимать, что происходит с командой, регулярно держать руку на пульсе и так далее. Есть какие-то вещи, за которыми не уследишь и прям ужас финансовый, но есть довольно рутинные штуки в каждом из этих блоков и в HR-е, и в финансах, и в документах. И обычно эти штуки мы либо нанимаем сотрудника, либо можем отдать на аутсорс. То есть отдать в какую-то компанию, которая за нас это делает. Все сталкивались точно с аутсорсом бухгалтерии, очень многих именно бухгалтерий на аутсорсе, но мне кажется, что многие вещи, юристы тоже бывают, сопровождают нас. Я для того, чтобы развивать эту историю, сделала сервис для управленческого учета в некоммерческих организациях, он называется Лемонпай, и он как раз призван снять с вас вот этот груз очень специфической деятельности, то есть вам все равно, конечно, никак нельзя упускать из вида какие-то крупные вещи, контролировать и так далее, но именно этот сервис позволяет вам не целыми днями заниматься тем, что в табличках вести самим данные, смотреть на них и пугаться или волноваться как минимум, а позволяет вам просто смотреть только на готовую информацию и анализировать ее с точки зрения принятия управленческих решений. Наверное, я быстренько покажу прям конкретные проекты, которые у нас есть в рамках этих блоков, которые я описала. Значит, про встречу в последний четверг месяца я вам сказала. Значит, если вы в Москве или вы вдруг в Москве в любой последний четверг каждого месяца, пожалуйста, приходите на наши встречи. Нужно зарегистрироваться, но они бесплатные, и мы там небольшим кругом, не больше 15 человек садимся и обсуждаем конкретную какую-нибудь тему. Вот, например, в этом месяце у нас тема документы. мы будем обсуждать, как организовать работу с документами в организации, какие бывают технологии, какие бывают проблемы и так далее. И до просто складывать по папочкам, кто должен этим всем заниматься, что должен не упустить руководитель и так далее. Ну и дальше темы встреч до конца года тоже расписаны. И вот сразу вам покажу, что на основе этих встреч я пишу выпуски рассылок. Вот рассылка это, если встречи, они для людей, которые могут чем-то поделиться и могут что-то рассказать, то рассылка это, в общем, для всех это такой материал, который по конкретной теме собран максимально практичный для того, чтобы понять, как подступиться к этой теме, как ее начать у себя внедрять, отслеживать и так далее. Могу вам показать пример выпуска. Он не совсем стандартный, потому что обычно все-таки есть тема конкретная вполне, вот, например, документы, да, и там будут разбираться всякие детали, подробности. А вот этот выпуск, он был в конце, в начале 2023 года, и он называется «Календарь руководителя». И здесь вот прям вот так он и называется. И здесь по месяцам отмечены какие-то важные даты, и каждому месяцу присвоена совершенно волонтаристки моей идеей какая-то тема. Вот в июне у нас были процессы темы, и мы ее обсуждали на встрече, и по этой теме была рассылка, а в июле у нас документы, и мы в календаре есть наброски, о чем надо подумать в этой теме, а дальше мы просто и на встрече, и в рассылке подробнейше в это углубляемся и разбираемся. Ну, и вот, например, в августе очень важная тема, как мне кажется, нет, не в августе, в августе, да, все правильно, это тема отпуска, не забыть про отпуск, бросить свой ноутбук где-нибудь подальше и к нему вообще не возвращаться, и вот это вот все, что мы совершенно никогда не умеем делать. и прям пять секундочек еще, если можно, я вам покажу все-таки Лиман Пай, потому что это мое детище, которое, которое мне кажется очень важным и интересным и нужным, но, к сожалению, очень трудно идет, я вам скажу честно, в некоммерческих организациях. руководители НКО так сильно загружены поиском средств, выживанием в условиях ограниченных ресурсов и так далее, что на контроль финансов у нас у многих не хватает времени, и разговор о планировании, финансовом планировании, разговор о том, чтобы как-то отслеживать, анализировать данные и делать какие-то предупреждающие, действия, чтобы не случилось там ничего неприятного, к сожалению, с этим у нас большие проблемы. И вот, ну, как бы, самые частые проблемы, с которыми мы встречаемся, это когда в гранте пришлось вложить свои деньги, потому что вовремя не отследили, да, или, например, донор очень хочет отчет срочно, а бухгалтер говорит, ну, подожди, у меня своя бухгалтерская отчетность, давай через две недельки. Или наоборот, донор говорит, готов дать денег, на что вам дать денег, дайте смету. И опять же, у вас нету готового, ничего на руках, вы не понимаете, где это, посмотреть, как это сложно. Кассовые разрывы, когда вроде деньги есть, донор, у вас есть обещанные деньги, но вы, вот прямо сейчас нечем заплатить зарплату, приходится с сотрудниками разговаривать, просить подождать и так далее, это все очень неприятно. И управленческий учет, сервис Лимон Пай, именно про управленческий учет, позволяет вам предусматривать вот такие проблемы, видеть динамику, планировать расходы и доходы таким образом, чтобы ничего вот этого неприятного не происходило. Это сервис платный, сразу вам скажу, но он совсем недорогой, он стоит сейчас в базовом тарифе 2,5 тысячи в месяц и, соответственно, 24 тысячи в год со скидкой за годичную оплату и он очень интуитивно понятный, удобный, в нем не нужны дополнительные программисты или бухгалтер, который будет в этом участвовать. Вы можете делать там все сами или вы можете поручить это какому-то менеджеру, там все максимально просто. Кроме того, у нас есть техподдержка, которая вас поддержит, на то она и поддержка и проведет за ручку и настроит и так далее. В общем, мне кажется, что это важная вещь, в которую нельзя упускать из внимания. Это очень важно. На самом деле, конечно, есть и другие возможности ведения управленческого учета, и прежде всего многие организации на самом деле ведут его просто в Excel. И Excel действительно хорошая, классная вещь, но у нас в LeMondPy есть роботы, которые побеждают Excel, потому что они делают часть довольно занудной и скучной работы за вас. У нас, еще раз повторю, есть канал без сахара, в котором можно узнать подробно все и вообще просто подписаться и читать или комментировать, или читать и комментировать. У нас есть отдельный канал для LeMondPy, для тех, кто заинтересован в вопросах управленческого учета, не только в LeMondPy, даже если у вас какие-то другие способы, нам все равно, мы просто рады обсуждать с людьми, которые интересуются управленческим учетом, управленческий учет. И всегда мне можно написать в Telegram-канале и, наверное, я могу в чате написать имя, куда, собственно, писать. Вот, спасибо. И я готова ответить на вопросы, если это подразумевает формат и они есть. Формат подразумевает. Коллеги, если есть вопросы, задавайте. С вопросами сегодня туго. Вопросы, как правило, у меня. Да, ссылка на канал спрашивают. Сейчас дам. Ссылку на канал. Ссылку на канал. Это, да, проблема с вопросами довольно частая проблема. Мы же нежно со стейкхолдерами, нежно с участниками, поэтому никого не заставляем задавать вопросы. Просто предполагаю. Территориально где вы? В Москве ли? Я лично территориально в Москве. В общем, в Подмосковье. но в Москве. Но многие из наших форматов, они онлайн, и поэтому годятся для всех. Консультирую я тоже в основном онлайн, потому что, как я сказала, я живу в Подмосковье, мне лень ездить в Москву. В общем, вот так. Встречи. Единственное, что очные встречи, они в Москве, да. Очные встречи в Москве. Спасибо. Еще вопросы, коллеги, если вдруг, если вдруг еще есть вопросы. Хорошо. Если вопросов нет, то тогда мы можем на самом деле отдать, у нас есть еще еще один выступающий, еще один выступающий. Последняя возможность задать вопросы Ане. И если нет, мы передаем слово следующему спикеру. Спасибо, на связи. Анечка, на связи. И хочу передать слово Насте Перкиной, сооснователю бюро гуманитарного пиара. Хакер, край, журналист, пожалуйста. У кого-то у нас там включен микрофон. Выключите, пожалуйста, чтобы всем было комфортно. Анастасия, пожалуйста. Спасибо большое, Марина. Коллеги, добрый день. Ужасственно рада сегодня с вами болтать и выступить перед вами. Да, я, в общем, действительно, как-то у нас принято говорить, одна-вторая бюро гуманитарного пиара Хагенд Край «Обнять и плакать» и соавтор одноименного телеграм-канала про коммуникации для НКО. Можете найти нас по названию «Обнять и плакать». Мы пишем наше название «Капслок». Да, сегодня мы с вами поговорим чуть-чуть про коммуникации в НКО фандрайзинговой коммуникации в первую очередь и про фандрайзинговые тексты. В конце я буду вам продавать свой курс, но, в общем, давайте вам сразу закину спойлер, но сначала поговорим про то, как эти тексты и эти проблемы устроены. Я вам покажу презентацию сейчас. Могу ли я? Да, я могу демонстрировать экран. Отлично. Так вот. Так, все. Вроде бы все видно. Да, собственно, на картинке логотип нашего телеграм-канала. Не авторский, но очень нам нравится. Как писать тексты, которые собирают деньги и славу? Штука в том, что… Так, здравствуйте. Да. Штука в том, что коммуникации и тексты в частности, это скорее следствие большой внутренней структурной работы, программной работы благотворительных организаций, да и прочих бизнеса тоже, но будут делать акцент на благотворительных организациях НКО. Да, и мы в бюро постоянно работаем, консультируем, обучаем менторем сотрудников некоммерческого сектора именно по коммуникации. Мы в основном работаем с профильными специалистами, кто напрямую работает с коммуникациями, постоянно сталкиваемся более-менее, особенно после 24 февраля, более-менее с одной и той же повесткой, связанной с тем, что аудитория переехала из одной соцсети в другую, перестала донатить, непонятно, что делает с Яндекс.Дзеном, например. Бывают запросы в духе, что у какой-нибудь НКО есть Телеграм-канал и вроде бы даже неплохо собирает, а мы сделали, вот у нас ничего не получается. И за СММщиком постоянно надо переписывать, вгрохали кучу сил в соцсети, ничего не работает, непонятно, какой текст сработает, а какой нет и так далее. В общем, эти запросы мы видим более-менее постоянно и уже поставили на поток отработку этих запросов. Как правило, конечно, обнаруживается, что проблема не столько в коммуникациях, сколько во внутренних делах, но так или иначе через коммуникацию это в том числе можно решить, и мы этим занимаемся. На консультациях, опять же, пишем про это много в Телеграм-канале и проводим курсы по обучению сотрудников сектора коммуникации. Да, в общем, горькая правда состоит в том, что тексты это только верхушка айсберга, как, впрочем, и коммуникации в целом. И, скорее всего, если что-то не работает, то, в общем, нужно ремонтировать что-то внутри. У меня есть про это любимая история. Как-то ко мне пришла на консультацию довольно большая некоммерческая организация. Конечно же, я не буду называть ее по имени, но иногда очень хочется. Вот. Пришел человек, который отвечает за коммуникации и говорит, вот у нас, значит, чего-то у нас не клеится с частными донатами. Я смотрю на соцсети и вижу, что, ну, там, много, много есть западающей коммуникации в духе, там, например, люди пишут про то, что они открывают сбор, но нет при этом постов с отчетами. Да, например, там, что собрали в какой-то срок, собрали столько денег, так-то потратили и так далее. Я спрашиваю, а где? Почему у вас нет отчетов никаких про то, что вы, куда вы тратите деньги? И мне, собственно, леди говорит, ну, вы знаете, Настя, у нас такая история, что вот у нас бухгалтер не отдает отчеты СММщику, потому что у нас СММщик молодая, а бухгалтер, в общем, злится на нее, что вот она там постоянно ее с чем-то дергает и называет там ее всякими словами, связанными с ее возрастом и так далее, и так далее, что вот там, значит, она выдумывала себе какой-то ерунды и дергает меня, что надо с что-то повисло только у меня, коллеги? И на экране нет. Да, все висим. У нас тоже. Настя Перкина. Да, и на экране. Так. Ждем, пока Настя увидит, что у нее что-то с интернетом, скорее всего. Настя, у нас пустой экран был, и вы вас... Да, а я пропала. Да. Я прошу прощения. Я прошу прощения, да, у меня отвалился интернет, к сожалению, в месте, где я живу, так бывает. В общем, ладно, давайте сейчас поедем дальше. Так, секунду, перезагружу страничку. Так, так, так. Сейчас. Вот, так вот. Да, спасибо большое за терпение и понимание. Да, в общем, горькая правда в этом, но приятная правда в том, что через, в том числе, через изменения в процессах коммуникации можно ремонтировать айсберг с этой верхушки и, в общем, это так или иначе приносит свои плоды. Да, другая приятная правда в том, что никто не знает наверняка, какой текст работает, а какой нет. Это вам так приятная новость к этому часу. Нет никакой доказательной статистики по этому поводу, я бы можно так это назвать. Поэтому, если вы переживаете, что у вас, вы не понимаете, какой текст у вас работает, это какой нет, ничего страшного, это нормально, так у всех. Вот, да, и другая приятная правда состоит в том, что если у вас есть проблемы с тем, что вы, например, переписываете за СММщиком или не можете поставить ему нормальное ТЗ, или, например, СММщик, как вам кажется, пишет какую-то лабуду и так далее, штука в том, что это можно починить. Ну, понятно, что при должной мотивации и так далее, но штука в том, что для того, чтобы человек как бы научился писать, ему не нужно читать, не знаю, пиши, сокращай, или там... Настя, у вас не видно экран. Да что ж такое-то? Я же, я же даже демонстрирую. Да, он пишет, загрузка. Вас слышно, а экран не видим, поэтому рассказывайте без экрана, или, может быть, переключайте слайды и потом снова включайте экран, потому что он загрузку нам пишет. Да, у меня что-то он пишет, предлагает мне продолжить демонстрацию, а я тыкаю в продолжить демонстрацию, и ничего не происходит. Давайте я попробую еще раз запустить. Да, в общем, простите, я сбилась немножечко. Да, в общем, говоря о том, как научить человека писать, у меня есть простой ответ, что научить писать, просто взять и положить человеку в голову какие-то, какие-то конкретные знания, и так, я полагаю, что у вас снова загрузка на экране, ну, в общем. Вы лучше не включайте слайд-шоу, показывайте прямо так. Без слайд-шоу просто... А, да, было видно, да? Ой, супер, сейчас я... Когда вы просто включаете, видно, а потом вы включаете слайд-шоу, все повисает. А, все, я поняла, окей. Мы будем смотреть все слайды сразу списком. Ничего страшного, мне там скрывать нечего, поэтому, да, видно? Вот, отлично, так нам видно, да. Супер, все, тогда продолжим. В общем, да, человеку нельзя как бы флешкой в ухо загрузить какие-то специальные знания, как писать текст, это большой длительный поступательный процесс, который в том числе завязан на как бы на отношении человека, человека к миру, к себе, к текстам и так далее, но при правильно вовремя заданных вопросах к себе, к текстам, к миру и в целом, можно научить человека смотреть на свои тексты под другим углом и задавать правильные вопросы, а зачем я это пишу, а какую цель я преследую, а как это может сработать или не сработать на нашу целевую аудиторию. И это, собственно, главная задача курсов, которые мы в Хаганкрай проводим для некоммерческого сектора. У нас курса технически два. Один называется «Рубль-знак», он про коммуникации в НКО в целом, другой, это такой, дочерний курс от этого большого курса, это «Рубль-знак-текст», который, собственно, я вам сейчас и буду продавать, потому что у нас в июле запустится группа. Да, собственно, приходите учиться. Что будет? Мы, поскольку, я уже сказала, что коммуникация это длительная штука, где все зависит от предыдущего звена и упирается в итоге в глубинные процессы и смыслы, которые транслирует НКО в целом, мы будем с вами разбираться с коммуникациями и с текстами, не отталкиваясь от того, не только отталкиваясь от того, что вот есть текст, он работает вот так, а может работать по-другому. Мы начинаем разбирать с адресата, потому что у любого текста, у любой коммуникации в первую очередь есть адреса. И мы будем разбираться, кто же ваша целевая аудитория, каков ее портрет, какие у нее интересы, какие у нее боли, что ее беспокоит и как это можно вылечить с помощью ваших коммуникаций, ваших инструментов. Дальше мы разделим вашу аудиторию на сегменты, поймем, что для нее подходит, а что нет. Дальше мы будем разбирать огромное количество текстов на семинарах. Важно еще подчеркнуть, я потом про это позже скажу еще раз, но наши курсы хороши тем, что мы не делаем ничего в записи, то есть не нужно ничего смотреть. Для кого-то это удобно, для кого-то нет, но это какая-то наша принципиальная позиция, потому что на живом семинаре у студентов есть возможность и друг с другом перезнакомиться, и задать вопросы спикерам, как правило, это я и моя коллега Настя Никулина. Рубль знак, текст веду только я. Задавать вопросы, спорить, уточнять и так далее, для нас это принципиально важно, потому что это большой пласт образовательного процесса, который проваливается, когда мы делаем курсы асинхронные, то есть когда студенты смотрят что-то в записи. Да, мы будем разбирать много текстов разного толка из бизнеса, из журналистики, пандрайзинговые тексты и так далее, и будем смотреть на то, как они устроены. Когда мы понимаем, как устроен чужой текст, мы можем те же инструменты применить к своим текстам, и для меня суперважно учить людей смотреть на то, как разные механики работают и в других текстах тоже. Мы, конечно же, будем писать и будем учиться подбирать нужные слова и попадать читателю в самое сердце, собственно, поэтому мы с самого начала начинаем с читателя, мы начинаем как бы разбирать, кто нас читает. Чтобы понимать, какие слова могут попасть ему в самое сердце. Из-за того, что у нас, точнее, благодаря тому, что у нас живые группы и живые семинары, у нас есть возможность обстукивать об коллег свои гипотезы и давать друг другу почитать свои тексты. Это тоже очень мощная обратная связь, которая, оказывается, полезна по итогу. И в конце мы соберем пошаговый план для работы после окончания курса. мы разберемся с гипотезами, которые мы будем тестировать в рамках исследования целевой аудитории. Мы разберемся с сегментами, мы поймем, о чем мы хотим говорить и как, и напишем свои тексты уже, фондрайзинговые тексты, уже как бы с другим фокусом и с другим уровнем понимания того, как они устроены. Почему, собственно, у нас классно учиться? Много почему. Помимо того, что мы исключительно приятные и веселые люди, простите за столь наглую рекламу. Да, в общем, по фактам. Я, Настя Перкина, в 2018 году сделала для фонда Ройзмана, это не город без наркотиков, если что, я сделала бренд медиа, которая позволила нам вырастить годовой бюджет фонда с 12 миллионов рублей в год до 42. За два года. Получается, с 2018 по 2020. Вся, как бы, вся механика была выстроена вокруг создания контента, журналистских текстов, дистрибуции через соцсети и прочее, прочее. Ну, как бы, как водится, конечно же, на небольших бюджетах, потому что больших бюджетов у нас не было. Важная поправка. Фонд Ройзмана сейчас, хоть и большая организация, но, впрочем, была не маленькая, но у нас не было ни одного корпоративного донора. Окей, был один, который донатил с юрлица 10 тысяч рублей в месяц, но, как бы, да, все остальное это были исключительно частные донаты. И была четкая корреляция с тем, что, когда мы начали выпускать много контента, очень такого, высокого качества, мы, собственно, и вырастили количество денег в бюджете. Я сама в прошлом журналистка, но, как бы, ладно, я не то, чтобы много текстов в своей жизни написала, там, они исчисляются десятками, но не сотнями, но я несколько раз номинировалась на редколлегию, лауреатом не была, но, тем не менее, но моя главная гордость, связанная с редколлегией, в том, что когда-то давно ко мне пришел мальчик с несколькими текстами про русский рэп и футбол в своем портфолио. Тексты были с ошибками орфографическими, смысловыми, стилистическими, какими только не. Дальше мы с ним поработали полтора года, и дальше была монтажная склейка, когда он принес мне текст про уйгуров, текст расследования, и я поняла, что я, как редактор, не потяну этот материал, это слишком далекая от меня материя. Я передала его в новую газету, и в итоге этот мальчик, Реза Хасанов, прекрасный журналист, получил за свою работу редколлегию. Страшно, горжусь. Вот, может быть, также вы сталкивались, например, с леди по имени Марина Говзман, Марина Майя Говзман, она пишет для таких дел, для верстки, для медузы и так далее, и так далее. Она тоже, собственно, училась, да, и вы вместе работали, она училась у меня. У меня учились прекрасные специалисты из больших фондов, это и Кружок, и Друзья, Антон тут рядом, Северный Кавказ, СОС, Мемориал, Школа призывника и так далее, и сестры. В общем, со всеми поддерживаем прекрасные отношения, и, в общем, я страшно горжусь своими студентами, потому что это прям большие величины и ужасно талантливые люди. Очень хочется видеть кого-нибудь из вас, видимо. Вот, что касается деталей, да, я уже говорила, что будут только живые семинары, и вообще у нас на курсах только живые семинары, и я очень надеюсь, что нам хватит ресурсов жизненных для того, чтобы не изменить этому правилу. Всего их будет шесть. Вот, камерная группа до десяти человек для того, чтобы я могла как можно больше персонального внимания уделять каждому и создавать доверительную атмосферу для того, чтобы не так было страшно делиться собственными работами и получать обратную связь с коллег. Да, и важно, что если вы решите, то у вас есть скидка пять тысяч рублей вплоть до самого старта курса. Старт будет 17 июля, продлится курс две недели, три семинара в неделю по два-три часа. Вот, вы можете написать мне в Телеграм, он звучит как Перкина. Напишите, что вы с вебинара сила вместе и, в общем, я все пойму. Подробнее можно почитать. Я сейчас вам отправлю ссылку на курс в наш чат и ссылку на наш Телеграм-канал также отправлю в чат, но можете, если вам будет удобнее найти самостоятельно, просто забейте в поиски Телеграма «Обнять и плакать» и, в общем, вы найдете нас по вот этому великолепному логотипу. Спасибо большое за внимание. Ужасно приятно перед вами выступить. Я очень прошу прощения за технические заминки. Есть вещи, на которые я не могу влиять, к сожалению. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рада ответить. Настя, спасибо огромное. Спасибо за информацию и еще за одну представленную возможность, которой при необходимости мы можем пользоваться. Если вдруг есть вопросы, задавайте, пожалуйста, можно поднять руки и можно просто включить микрофон и спросить, можно написать в чате или поаплодировать. Да, поаплодировать. Вот, вот, да. Я понимаю, что некоторые уже не могут. Да, вот у нас реакции появились, значит, люди еще помнят, как пользоваться Zoom. Вот, да, все все хотят. Вот есть ссылка на курс. Но на самом деле наша главная задача показать, как много вокруг ресурсов и этими ресурсами надо пользоваться, выбирая, конечно, и не забывая, что надо оставлять время на жизнь, а не только на то, чтобы учиться и работать. И огромное спасибо за вот представленные возможности. Спасибо всем спикерам сегодня. Я предлагаю еще раз всем поаплодировать, даже тем, кто уже убежал из чата на какие-то другие выступления. вот, я надеюсь, что вам всем было полезно и интересно сегодня. И я позволю себе, мы заявили о том, что мы сегодня до 14 часов и у нас еще есть немножко времени, я позволю себе тоже на правах владельца микрофона сегодняшнего тоже продемонстрировать экран и открыть презентацию. Она очень маленькая, честное слово, и не займет много времени. вот, сейчас я ее открою и покажу. И это, да, она, наверное, даже откроется. Это очень короткая презентация про некоторые итоги нашей работы. Мы с вами практически полтора года работали в рамках проекта «Сила вместе. Ресурс для ресурсных центров», но я сегодня не про то, что было сделано, у нас было много и конференций, и встречи, онлайн-лаборатории, и методические школы, и даже еще, если вдруг кто-то не знает, еще 17-18 июня благодаря экономии июля, благодаря экономии средств у нас будет еще один методический курс для тренеров, для тех, кто ведет уже интерактивные тренинги, и можно на этот курс еще пока записаться, запись открыта до конца месяца, и говорить мы на этом тренинге будем о том, как работать с участниками тренинга, и особенно с теми, кто вызывает у тренера сложности, то есть с трудными участниками, они-то себя трудными не считают, а мы-то вот иногда как тренеры считаем их трудными, и вот что с ними делать или с собой, об этом нам расскажет Юлия Силичева, и не просто расскажет, а даст возможность попробовать на практике, потому что это будет именно интерактивный тренинг. Но я сегодня хотела еще раз обратить ваше внимание на тот ресурс, который у нас появился уже несколько лет назад, это ресурс силовместе.ру, и который сначала был просто лендинговой площадкой для нашего онлайн, первого онлайн марафона, а некоторые его помнят еще, это был 13-часовой марафон, вот сегодня говорили, что Новосибирску трудно по московскому времени, вот мы тогда устроили такое испытание для спикеров Москвы, когда начали марафон в 6 утра для того, чтобы было удобно Дальнему Востоку, я знаю, что некоторые про это помнят, да, и дальше 13 часов подряд, нам все говорили, что мы сошли с ума, потому что 13 часов никто смотреть не будет, но была целая группа маньяков, которые как начали и так до конца марафона и были с нами, причем часть из них была именно с Дальнего Востока, то есть начали они нормально, закончили уже практически утром следующего дня, вот, и с этого начались вот такие наши встречи, и потихоньку сайт Сила Вместе превратился в такую базу знаний для ресурсных центров, и надо сказать, не только для ресурсных центров, потому что здесь много чего интересного могут найти просто некоммерческие организации, но поскольку фокус нашего проекта именно на повышении компетенции ресурсных центров и выстраивании такого взаимодействия, то, соответственно, мы старались в подборку делать так, чтобы и ресурсные центры для себя могли что-то брать и рекомендовать что-то для своих некоммерческих организаций, которые приходят на консультацию. Ну и буквально для того, чтобы вы немножко, я знаю, что многие пользуются этим сайтом регулярно, но про случай для некоторого обновления или воспоминания, вдруг кто-то забыл, значит, у нас были в прошлом году несколько онлайн лабораторий ресурсных центров и вы сейчас видите, это все вы видите, если вы зайдете на силу вместе, то в левой колонке в меню вы найдете все, что я сейчас показываю, ну вот материалы всех лабораторий вмещены вот в разделе сила вместе лабораторий. Кроме того, у нас по-прежнему на сайте лежат записи всех наших умных суббот и других дней недели, тех, которые начались в период пандемии и все, что за эти годы было, часть из них не потеряла своей актуальности и, соответственно, можно не только пользоваться самим, но и рекомендовать это смотреть, ну, во всяком случае, до сих пор мы часто даем ссылку, например, на то, как работать с Google документами, те, кто вдруг начинает с ними работать, но мы продолжаем и будем подгружать сюда и новые умные субботы, которые мы будем проводить, поскольку у нас этот курс постоянно проводится, но многие читают, если кто-то еще не читает, то предлагаем почитать и подписаться на вместе блог, это пространство для лидеров сектора, и здесь мы собираем, здесь есть и ссылка на наш телеграм-канал, и на наш, можно почитать наш блог, в котором мы собираем разные интересные статьи и материалы, и не только по теме работы, да, и про книги, и про фильмы, и, конечно, про работу куда же без нее. Ну и, наконец, мы сейчас проводим уже восьмой онлайн-марафон, и именно в рамках этого проекта, но были и до этого онлайн-марафоны, все марафоны, материалы марафонов мы собрали вот здесь, в разделе «Сила вместе» материалы марафонов, и, соответственно, наша запись и материалы будут подгружены сюда, если вдруг вам не придет письмо, а такое бывает, что почему-то это не только и это не только «Сила вместе» «Сила вместе» и «Сила вместе» «Сила вместе» Продолжение следует... 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 Вот, поэтому Бог с ней, с камерой Ну что, желаю всем удачи Хорошего дня, у кого там еще Хвостик дня остался Доброго вечера тем, у кого уже вечер Вот, и Пусть все будет хорошо Всем пока